Так, ну что, уважаемые коллеги, начнем. Итак, у нас сегодня второй семинар, общий семинар, как мы уже и в прошлый раз проводили. Это семинар наш ИВМ-МГ, НГУ, архитектура, системное прикладное программное обеспечение кластерных супер-ИВМ и институт систем информатики, системное программирование. Значит, сегодня у нас в гостях известный в суперкомпьютерных кругах член-корреспондент Сергей Михайлович Абрамов. Александр Гурьевич, представьте Ваш гостя. Здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, я рад приветствовать нашего гостя Сергея Михайловича Абрамова. Он доктор-тизмат-наук, член-корреспондент РАН. Известный специалист в области системного программирования, информационных технологий, суперкомпьютерных вычислений, мета-вычислений. Он директор института программных систем, расположенного в городе Переславле. Это институт Академии наук. Он ректор университета города Переславля. Кроме того, он научный руководитель программы ГРИД и... Ой, не ГРИД, а СКИФ и СКИФ-ГРИД. Причем программы ведутся на межгосударственном уровне совместно с белорусской стороной. Так что есть еще элементы международного сотрудничества. Ну, прежде чем продолжить, я хотел бы отметить очень большую роль, которую сыграл в становлении и в организации лекции, Ершовских лекций Андрея Александровича Берса, который нас, к сожалению, покинул, организовав вот две замечательных лекции. И я хотел бы предложить почтить его в память все равно это молчание. Спасибо. Значит, Ершовские лекции – это ежегодное мероприятие, которое проводится в день или в районе дня рождения Андрея Петровича Ершовой. Как раз сегодня такой день. И нам очень приятно, что мы можем не только старшее поколение привлечь к материалам самых передовых исследований, ведущихся в стране и в мире, но и также молодежь привлечь. К сожалению, сегодня молодежи немного, там у них конференция еще не закончилась. В общем, есть мелкие технические накладки, но я думаю, что неделю назад было много молодежи. Это в следующий раз мы их все равно приобщим. Так что я предоставляю слово для доклада Сергея Михайловича. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Для меня честь выступания в Ершовских лекциях. Когда я организовывался это мероприятие, я говорил, что... Илья Михайлович, конечно же, вряд ли знал, но для меня он сам и его деятельность в области, связанной с методом, в числе и ним, была очень важна, поскольку был такой исторический нюанс, который открыл дорогу для многих. Это была его статья, которая, в общем, сняла некий барьер к умолчанию. Не могу рассказывать там детали. Будет слишком долго. И это позволило... Это был такой серьезный исторический момент в научном пути очень многих людей, в том числе и меня. Поэтому имя Андрея Петрович, и у меня очень многое, что значит. Я постарался в своей лекции учесть все пожелания. Я имел телефонный разговор с Андреем Александровичем буквально за неделю до трагического события. Старался учесть его наставления. Боюсь, что не целиком это удалось, но, по-моему, все, что я мог, я предпринял. Тема доклада, вот она здесь есть. Я постараюсь рассказать, что же, в каком состоянии находятся суперкомпьютерные технологии, какие проблемы стоят на пути дальнейшего развития, что это вообще такое суперкомпьютерная технология. Доклад собран из материалов нескольких последних докладов, поэтому приношу свои искренние извинения перед теми, кто какие-то части уже слышал. Но я должен ориентироваться в целом, так сказать. И, извините, если буду говорить какие-то вещи банальные, общее определение я повторю, но, опять-таки, для того, чтобы мы одинаково... Ну, что, вернее, так, я обозначил, как я понимаю то ли другое событие или явление, даю общее определение. Может быть, тривиальное, но иначе я окажусь неправильно понятым. Поэтому, простите, если буду говорить некоторые вещи банальные. Ну, части моего доклада, тут общее определение, обсудим, как развивается суперкомпьютерная технология, обсудим развитие киберинфраструктуры. Дальше вот есть такой кусок, это недавний мой доклад, правда, искажающий истину. Расскажу, как анализировать, как удалось посмотреть на анализ списка ТОП-500, и что из этого анализа следует. Отдельный кусок про сверх-высок... не про высокопроизводительное вычисление, а про сверх-высокопроизводительное вычисление. Такой тоже поучительная вещь, и она важна. Если мы говорим про перспективы, то надо смотреть на передний край, надо смотреть на самую точку роста. Ну, и в конце мы обсудим, что же происходит в России сегодня, что тут может произойти, что происходит, какие вообще здесь есть обстоятельства. Итак, основные определения. Понятно, что главный термин – суперкомпьютер. И вот здесь довольно забавная штука, если... Ну, все мы пользуемся, мы можем ругать, как угодно, да, но все мы пользуемся Википедией. Так вот, есть такая интересная штука. Если войти в Википедию и спросить, что такое HPC, он не будет отвечать на вопрос. Вместо этого расскажет, что такое суперкомпьютер. Проверьте. Вот задаете поиск HPC, а он делает просто редирект и рассказывает, что суперкомпьютер – это. А что такое HPC, рассказывать не будет. Это говорит... Это верно и для русской Википедии, это верно и для английской Википедии. Значит, это говорит о синонимичности этих двух понятий. То есть суперкомпьютер – это просто высокопроизводительная машина. И вот определение примерно по смыслу. Я не буду читать то, что написано, но читать можно синхронно, да. По смыслу определение звучит так. Берем все машины мира и отбираем самые мощные. Вот в каждый момент времени, да, с историей это понятие меняется. Отбираем самые мощные, вот это и будем называть суперкомпьютеры. В этом определении есть вопрос, а сколько мощных? Вот сколько? Что такое самый один, самый мощный? Нет, ну, видимо, не один, да. Нужно отобрать какое-то значимое количество. И вот это будем называть суперкомпьютерами. Ну и вот я предлагаю число 500. Давайте отберем полтысячи самых мощных. Предложения сделаны неспроста, поскольку есть вот такой список ТОП-500. Это 500 самых мощных машин мира. Этот список обновляется два раза в год. В июне и в ноябре. В июнь и наябре. Происходит это на суперкомпьютерных форумах. Июньский проходит всегда в Европе, в разных городах. Ноябрьский происходит всегда в Америке, тоже в разных городах. Это длится 20 лет. 40 выпусков ТОП-500, они есть, они доступны и так далее. Второй вопрос, который надо задать, а что такое производительность? Что такое самое мощное? Самое мощное в чем? Больше всех электричество потреблять или что? Что такое самое мощное? Когда можно было первое место занять, легко это мы понимаем. Значит... У нас это было только, когда у нас были машины типа ЕС. Мы тогда занимали первое место по электропотреблению. Можно было, кстати говоря, эту правильную фразу построить, что на вычисление мы тратим больше всех на мере электричество. Она же позитивная фраза. Вроде как больше всех питает. Нет, конечно же, мы должны дать правильное определение производительности. Определяют ее как число операций в секунду. И опять-таки, на чем? И вот здесь очень важно, чтобы мы договорились все-таки, что вообще машины нам нужны, чтобы решать задачи. Давайте вот с этого начнем. Компьютеры, суперкомпьютеры нам нужны, чтобы решать задачи. То есть есть задача. Эта задача состоит из вычислений. Эта задача имеет некоторую вычислительную емкость. То есть количество операций какое-то надо выполнить, чтобы решить эту задачу. Мы решаем эту задачу. Мы знаем, сколько там операций делим на время решения. Количество операций делим на время решения. То есть мы будем говорить о реальной производительности на задаче. Есть понятие пиковая производительность. Это теоретический пик. Когда производители аппаратуры говорят, ну, в принципе, наш процессор мог бы выполнить вот столько команд в секунду. Ну, а если процессоров несколько, ядер несколько, процессоров несколько, давайте все это сложим и скажем, ну, в принципе, если бы повезло, мы могли бы вот столько-то операций в секунду сказать. Это понятие глубоко бессмысленное, вот просто глубоко бессмысленное, и, к сожалению, оно в мире есть, и, к сожалению, в политике любят отчитываться именно пиковой производительностью. Если вы посмотрите все, было довольно смешно, на последнем пафте был доклад, что вот в МГУ стоит машина полтора петофлопса, 1,7 десяток петофлопса. После этого приезжает уважаемый Джек Дангар и говорит, в мире вот только такие-то страны имеют машины в один петофлопс. К сожалению, Россия туда не входит. Два доклада практически подряд. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что, в принципе, эта машина может быть, если бы ее как-то, может ли 100 км в час развить Жигури? Может, если сбросить с горы Арарат. Значит, это вот пиковая скорость. К сожалению, пиковые и реальные, они сильно различаются. Сильно различаются. Это надо учитывать. Разница между ними, точнее, отношение к КПД, коэффициент полезного действия. Совершенно вещь понятная тоже и простая. Теперь на разных задачах машины могут вести себя по-разному, это тоже ясно. Бывают задачи, которые очень приятны нашей архитектуре. Архитектура построена так, что эта задача очень приятна нашей архитектуре. А бывают задачи, которые поперек горла нашему железу или программному обеспечению, чему угодно. И поэтому КПД будет разной на разных задачах. И реальная производительность и КПД будет разной на разных задачах. И значит, надо договориться, как мериться. Ну и вот здесь вот просто есть исторический факт, что договорились мериться на задачи ЛИНПАК. Ну извините, так случилось. Есть много критики на этот счет сегодня, особенно в последнее время. Но тем не менее, вот ТОП-500 это измеряют на задачи ЛИНПАК. Это задача решения системы линейных уравнений. Все понимают, что там НКУ, значит, операция. Их можно просто пальцами посчитать, сколько там реальных операций. Это очень удобно. Задача более-менее имеет отношение к реальной жизни. Любой может раскритиковать это заявление, но все-таки более-менее имеет отношение к реальной жизни. Матрица плотная. А вот помните, гибсонская смесь ушла. Потому что она дальше все-таки от реальной жизни. Ну смесь она и есть смесь. И все-таки она ЛИНПАК, но вроде бы все сеточные задачи в конце концов сводятся к линейным уравнениям. И мы решаем линейный уравнение. Вот логика примерно такая. Там разряженная матрица, тут плотная. Но бог с ним. Вот договорились. Вот как-то договорились 20 лет назад. Сегодня мы можем критиковать то, что произошло 20 лет назад. Но давайте с уважением все-таки к этому относиться. 20 лет назад проходили не такие уж и плохие вещи. Вот ЛИНПАК. Есть другие рейтинги. Есть топ-кранч. Это рейтинг на реальных промышленных задачах. Взятые задачи из реальной промышленности. Есть рейтинг граф 500. Это недавний рейтинг. Это то, что называется data intensive. Задачи, связанные не с интенсивными вычислениями, а с интенсивным анализом. Это по графу. Вхождение по графу. Значит, отрасль развивается чудовищно. Я не знаю ни одну другую отрасль в мире. Я студентам люблю про это рассказываю. Значит, суть состоит в том, что каждые 11 лет происходит ускорение в тысячу раз. И это длится достаточно давно, ну, там, 70-х годов. Я люблю детям рассказывать про это. Я говорю, вот, в 905-й год автомобили ездят со скоростью 10 км в час. Прибавляем 11 лет. Ну, дальше каждый может понять. Через 22 года автомобили ездят со скоростью 10 миллионов км в час. То есть, ни одна отрасль в мире так не развивается. Мы сами, мы работая здесь внутри и работая на это, вкладывая свой вклад в это, тем не менее, как-то про это не знаю. Мне так кажется, психологически про это так отстраняемся, не задумываемся. Что, вообще говоря, так быть не должно, так быть не может. И бесконечно так продолжаться, наверное, тоже не может. Но, тем не менее, вот, все происходит вот так. И, скорее всего, в 19-м году будет экзофлопс. Скорее всего, я не вижу пока, ну, вернее, там есть чисто психологические сложности в это проверить, но, наверное, все-таки в 40-м году будет затопопс. А вот так оно все происходит. В 30-м году. Прибавлять не умею. Ай-яй-яй, а позорный мой. В 30-м году. Ну, это вот как раз это тоже чисто психологический трюк. Хотелось поставить дату, за которую точно не будешь отвечать. Спасибо. Зачем все это делается? Вообще, какая целевая функция? И для меня тоже был такой здоровый культурный шок, что про это сказал не электронщик и не программист. Про это сказал, значит, вот, про это сказал, во-первых, женщина, во-вторых, не то, что я к женщинам плохо отношусь, я преклоняюсь перед ними и в науке, и в жизни, и в семье. Но про это сказала не просто женщина, а женщина-экономист. Если бы Греф когда-нибудь сказал что-нибудь подобное, или Кудрин, я бы съел свою бескозырку. А там это происходит. То есть на уровне государственной власти фраза состоит из трех частей. Деньги, таланты и ресурсы доступны всем странам. То есть перестаньте кичиться, что у вас больше всех нефти, самая талантливая молодежь, самое хорошее образование. Вот ни одной стране мира не стоит этим особо обольщаться. Значит, вторая фраза. Поэтому США стоит перед лицом не беспрецедентных, а на самом деле непредсказуемых зарубежных экономических вызовов конкурентов. То японское чудо, то китайское чудо, то Европа объединяется. И только вот успевай от всего этого отмахиваться. И вдруг неожиданно речь переходит. Страна, которая желает победить конкуренции, обязана победить вычисление. Там глагол «маст», такой вот, да, грубый, достаточно жесткий глагол, глагол. И на что я хочу обратить внимание. Не поучаствовать в Олимпиаде, здесь важно не участие, да, здесь говорится о победе. Хочешь победить конкуренции, обязан победить вычисление. Это говорит экономист, не самый такой бедный страны мира, значит, вот, и говорится о том, что вот это безысходность. Хочешь, новый уклад экономики, экономика основанная на знаниях, и вот такая реальность, да. Хочешь победить в экономической конкуренции, обязан победить вычисление. Вот почему происходит гонка, вот почему происходит тысячу раз в 11 лет. Идет нормальная конкуренция в экономике. И в суперкомпьютерной технологии, их роль это единственный, других нету, единственный инструмент по глуху победы конкуренции. Год назад, спорите, почти день в день, я не ожидал. Значит, год назад я получаю письмо от Юрия Сергеевича Осипова, в котором я вижу фразу архитектуры вычислительных систем сверхвысокой производительности. Ну, можно было бы сделать вид, что человек просто описался, что он хотел написать высокопроизводительность. Значит, но я подумал, а вот есть ли за этим термином какой-то смысл? Ну, если мы суперкомпьютером или машинами высокой производительности называем 500 самых мощных, то что такое сверхвысокая, это значит самая производительность среди высокопроизводительных. Ну, давайте обратим внимание на топ-10. Отдельно вот будет такая тема. Посмотреть на пик, и это соответствует перспективам. Это куда мы идем. Так вот, окажется, что это определение не бессмысленно, что за этим понятием машина сверхвысокой производительности есть существенная специфика, которых выделяет К-класс. Есть существенная специфика, есть существенные отличия. И это ровно то, что и стоит за фразой «победить в вычислениях». Не поучаствовать в забегах, а вот победить в вычислениях. Победить в вычислениях – это вот это, вот это вот десятка самых передовых. Ну, и зачем все это делается? Это делается, в конце концов, чтобы считать задачи, да, научные, но наука производит знания. Наука – это, я тут слышал, шикарное определение, что такое инновация. Значит, наука – это преобразование денег в знания, а инновация – это попытка преобразовать знания в деньги. Значит, вот такое простое определение. Так вот, наука – это вещь, когда производится знание. Сегодня знания нельзя производить без вычислений. Где-то это basic research, фундаментальное исследование, где-то advanced research, перспективное исследование, где-то это research, то, что мы называем миром, где-то это development, то, что мы называем мокром. Но заканчивается вся эта цепочка продукции, технологии, материалами, изделиями на продажу. И сегодня ситуация, о чем говорила Дебора? Сегодня ситуация такая, что если ты хочешь построить конкурентно превосходящую продукцию, не важно что, я примеры сейчас скажу, а не распотрясу, я надеюсь, знаю. Если ты хочешь построить конкурентно превосходящую продукцию, ты должен считать. Причем считать так, вот считать так, как не сможет посчитать твой конкурент. Это говорит и о самых мощных машинах, это говорит о самой лучшей математике, где у России хорошие шансы, как мы понимаем, да? Это говорит о самых правильных расчетных схемах и так далее. Считать это не значит построить самую гигантскую машину, нет. Считать это значит ее построить и суметь приложить к реальным задачам. Ну, сначала может быть Basic, потом и 20, потом и 20, но в конце концов получить продукцию. Так вот, конкурентно превосходящие продукции, которые считались в мире, реальный исторический факт, считались на суперкомпьютерах, это не обязательно космические корабли, ракетные двигатели, это все считается на машинах. Это не обязательно автомобили, крэш-тесты, мы знаем, считаются на машинах. Это не обязательно лекарства, все лекарства сегодня строят на машинах, все лекарства. Проверка их эффективности, задача докинга, это вообще отдельная песня, это отдельная отрасль в суперкомпьютерной отрасли. Все нано-материалы нельзя никак по-другому сделать, как только посчитать. Но это и более простые вещи, микроволновки и режимы их работы, это трикотажное платье, это женское белье, это там кроссовки. Мой любимый пример, конкурентно превосходящей продукции, о которой знают все. Вот продукция, которая действительно выбила конкурентов с рынка, памперсы. Ну, удивитесь, но они посчитаны на суперкомпьютерах. Вот спектр, да? Желаешь победить в конкуренции, обязан победить в вычислении. Вот просто, незатейливо, и это место того, чем мы занимаемся. Сегодня все суперкомпьютеры, практически 100% суперкомпьютеров, это MPP. Берется достаточно стандартный вычислительный узел, то есть берется то, что у нас стоит на столах. Память, процессор, может быть жесткий диск, бывают установки бездисковые, но может быть жесткий диск. Память, процессор, материнская плата. Может быть акселератор, ну, процессоров может быть два, может быть четыре, это тоже понятно, это тоже не экзотика. На многих столах стоят такие машины. Может быть акселератор, это может быть либо FPGA, значит, плиса, как их по-русски переводят, не понятно, почему. Может быть графические ускорители, может быть что-то еще там, не знаю, да, вот сейчас много что-то там появилось. А может быть их не будет, да. Таких, но если мы возьмем просто один такой учислительный узел, то будет обычная машина, это не суперкомпьютер, их надо взять много. Их надо объединить специальной сетью, будем называть слово интерконект, используя, это весь мир используется, слово интерконект. Системная сеть, она не используется для передачи, как правило, не используется для передачи данных, она используется для организации счета, вернее так, чушь сказал. Конечно, она используется для передачи данных, но не файлов, не TCP, IP, она используется для организации счета, передачи фрагментов данных для расчетов, результатов, аргументов, результаты, коды. Вот примерно для чего используется эта сеть. Это оптоволокно, да? Вы знаете, вот все больше сейчас это оптоволокно. Пока еще достаточно большая доля медиа, но в любом случае это сеть, которая по своим характеристикам превышает то, что мы используем в локальных сетях. Потом про характеристики поговорим. Ну, конечно же, надо иметь и обычную TCP, IP-сеть, поэтому есть вспомогательная сеть, это вот обычная. Вот, ну, сегодня это 10-гигабитный Ethernet, или там гигабитный Ethernet, довольно обычная технология. Вот здесь вот нет. И про это, и что вот здесь мы поговорим, потому что это, Сеймур Крей, один из основателей суперкомпьютерной отрасли, однажды сказал, к сожалению, не могу найти источник этой цитаты. Вот искал и так и не нашел, но точно знаю, что он это говорил, что суперкомпьютер – это интерконнект. У него была такая фраза – суперкомпьютер – это интерконнект. Все остальное – это обычная штука. Вот эти вещи – это обычная вещь, а суперкомпьютер – это интерконнект. Про это мы постараемся поговорить. Оборудования будет очень много, очень много. Ну, потом цифры тоже обсудим. Поэтому нужна сеть, которая, сервисная сеть, которая, ну, будет делать такие вещи, как ресет, например. Завис у вас вызов, надо сделать ресет. Или позволит померить температуру в разных точках вашей установки. Она гигантская власть. То есть, вот эта сенсорная сеть, вот по сути, посмотрите, вот эта сенсорная сеть, которая будет смотреть температуру, напряжение в разных точках. Ну, потому что у вас гигантская установка, ей надо управлять. Сервисная сеть. Ну, вот есть отдельная вещь. Появляется еще отдельное понятие сеть синхронизации. То есть, вы получаете вот один. Иногда аппаратно это все вкладывается, да, все это делается на одних и тех же проводах, на одних и тех же адаптерах. Но функционально, функционально есть вот эти четыре понятия. В самой даже маленькой установочке у вас есть отдельное понятие, что надо мониторить и управлять. Отдельное понятие, что надо делать remote, там, control. В смысле, вот RCP, делать SSH, делать RCP, делать там какие-то копирования файлов. То есть, вот это весь вещь есть. Нужно гонять MPI, Message Passing Interface. Это сегодня одна из ведущих технологий организации параллельного счета. И все это, и надо делать синхронизацию. Иногда это одна и та же аппаратура, но в серьезных машинах реально четыре независимых сети. Четыре независимых сети. Ну и за кадром мы оставляем еще массу, что еще. Хранилище данных, электропитание, пожаротушение, доступ в сеть, охлаждение. Мы про это тоже поговорим, но на картинке просто это все не стало рисовать. Контроль несанкционированного доступа. То есть, огромное еще хозяйство. То есть, огромное море и программного обеспечения железа. Все это вместе с компьютерами. Ну вот как развиваются отрасли. Здесь полуагарифмическая шкала. Поэтому та самая экспонента в тысячу раз за 11 лет, она здесь выглядит как прямая линия. Что здесь нарисовано? Тонкие линии. Ну, не почти прямые. Значит, тонкие линии это, соответственно, топ-1. Мощность топ-1. Топ-10. Дальше 100, 200, 300, 400, 500. Вот 5, 6, так. 7 линий. Это 100, 200, 300, 400, 500. А также 10 и 1. Здесь прогноз построен. В эту сторону прогноз. И коридор достоверности. Там 80% коридор. Скорее всего, все оно вот так будет развиваться. Красные точечки это установки России. Кружочки. Ну, давайте вот посмотрим немножко покрупнее. Маленькую область. Красные кружочки это установки России. Почему я сказал красные? Просто кружочки. Если они синенькие, это значит, мы взяли деньги российские, купили ипортную технику. Кутируют пакорт IBM. Если они красненькие, ну, значит, построили свое. Вот как выглядит вот этот отрезок времени. Да, дорогие друзья, вот эти все картиночки построены неким программным обеспечением, которые я пишу в течение до двух с половых лет. Если кого-то заинтересует аналитиков, который он все не увидит, можно просто скачать, запустить, самому покрутить. А если кто-то, все в исходных ходах, если кто-то задумывает что-нибудь хорошее написать, буду рад общению на эту тему. Либо помогу, либо можете сами дописать. Я был бы рад, если бы этот пакет как-то развивался. Планоменное движение к новым рубежам. То есть все происходит вот просто с точностью до безобразия. В восьмом году, в июне, взят петофлопсный рубеж. В одиннадцатом году, в ноябре, взят, что я сказал, да, десяти петофлопсные. Соответственно, не вижу оснований сомневаться, чтобы в указанный период было построено 100 петофлопсная машина. Ну и вот, в конце концов, чтобы мы преодолели мир, мы, в смысле, планета Земля, мировое сообщество преодолели из-за петофлопсного рубеж. Не вижу пока, причем, видите, что, в общем-то, мы выходим на верхнюю границу прогноза, да, мы движемся не по нижней граничке прогноза, а по верхней граничке прогноза. Что происходит довольно... Ну, а с ней тут слайдов, то есть, что нужно для каких-то задач? Там, один петофлопсный... Хороший вопрос, хороший вопрос, да. Ну давайте его в дискуссию оставим. Хороший вопрос. Ну, вообще говоря, конечно, просто самую мощную машину, одну, самую мощную, ну, не покупай, Сережа, книжку. Я был у него дома, у него одна книжка уже есть. Значит, это... Мы понимаем, что одна машина для хорошей страны, которая претендует на лидерство в экономической конкуренции, это неправильно. Есть понятие киберинфраструктура, и если проанализировать, просто взять и почитать, а там есть видня, где стоит, где стоит, для чего используется, и все написано. Если прочитать, что такое первое и двадцатое место, мы поймем, что это крупнейший национальный центр. Ну, есть понятие национальный исследовательский центр, да. Действительно крупнейший. Да, это Ливермор, да, это Санди, да, это... Понятно, что вот такие... Но это научные центры, да. Это не просто центр разработки, а оружие. Это научные центры для собранных крупнейших научных коллективов. И они не только оружием занимаются. Если посмотреть, кто там будет, следующие 80 мест, это крупнейшие региональные отраслевые центры. Если посмотреть на следующие 150 мест, то это крупные... По смыслу, да, по смыслу мы увидим, что это крупные региональные и корпоративные центры. Ну, а дальше, остальные 250, это центры предприятий, научных учреждений, университетов. Ну, вот их позиция. То есть мы понимаем, что это вот некая пирамида, это некоторые рамки. Понятно, что ниже еще есть широкое основание, опирающееся на высокопроизводительные сервера, мощные установки. Но все-таки это уже, ребята, не суперкомпьютер. Это вот за рамками 500. Я не рискую использовать термин суперкомпьютер. И с этой точки зрения есть такое понятие, персональный суперкомпьютер это немножко не про то. Это не о том, это немножко другой жанр. По смыслу это новая инфраструктура государства, у каждого экономического уклада есть своя инфраструктура, век пара на Николаевской железной дороге. Все понятно, да, императорские, Николаевские железные дороги. Век электричества, план Гойл-Ро. Вот инфраструктура государства. Век, ну, там, Германия, автобаны, да, это инфраструктура для всей экономики, да. На этом хребте нарастает мясо всей остальной экономики Европы. Вот, автомобильные дороги. Век углеводородов, отлично, магистральные, нефтепроводы, газопроводы, там, все понятно, тоже инфраструктура для вообще развития всего остального. Любая инфраструктура это общественное благо, это экономический термин, ну, то есть, это забота государства, вообще говоря. Поэтому, поэтому там и осоздано, то есть, там были, там были слушания Конгресса США на эту тему, и вот после этих слушаний как раз и были воспитаны вот эти самые деборы, экономисты, которые говорят, да, нет другого пути, только считать лучше, чем все в мире. И выделение, соответственно, от двух до шести, с нарастанием. Да, четыре, там, сегодня порядка шести миллиардов долларов, из федерального бюджета на создание этой самой киберинфраструктуры. Это то, что происходит у них, и они понимают, что речь идет о бюджетной эффективности. Они строят федеральный уровень, вот, конечно, они не отвечают за регионы, более того, появились уже и региональные, да, когда руководство штата Техаса, руководство штата Нью-Мексика уже из региональных бюджетов выделяют деньги и строят региональные компьютерные центры. Где-то работают корпорации, где-то работают отрасли, складчину, где-то работают регионалы, где-то работают федералы, да, но строится киберинфраструктура государства, вот, в силе, совместными усилиями. Федеральный уровень от двух до шести миллиардов долларов. Они строят мощнейшие машины, они соединяют их мощнейшими каналами связи, мы все знаем слово грид, но теперь там облака, неважно. И они эти ресурсы отдают бесплатно. Это невозможно поверить, но это факт. Потраченные бюджетные деньги, так же, как автомобильные дороги, да, бывают платные, но все-таки большинство бесплатных, они эти ресурсы отдают бесплатно любому игроку экономики. Значит, есть такая программа Insight. Любой человек, любой деятель экономики, любая компания может сказать, мне надо посчитать. Вот если я посчитаю вот эту штуку, я буду убивать всех конкурентов. При этом он даже не умеет считать, он не знает, что такое сеточные задачи, он не знает, что такое, там, неважно, что. Вот он говорит, если я посчитаю ординамику, я слов таких-то не знаю, ординамику автомобиля уменьшит на 10% потребления топлива, то я буду убивать конкурентов. Если его идея победит в конкурсе идей, деньги не нужны, то тогда ему дадут математиков, которые сформулируют, формализуют эту задачу, потом программистов, доведут это все до кода и посчитают на самых мощных машинах этой самой страны. Вот что там происходит. И этим пользуются такие бедные несчастные частные компании, как Procter & Gamble, General Electric. Компания IBM участвует вот в этих забегах. Мне надо посчитать будущую электронику. Там на 8 нанометров. Какие там будут технологические процессы. Вот эти компании участвуют в этих забегах, и реально они в национальных центрах за бюджетные деньги разрабатывают свои будущие технологии. Вот что происходит. А можно вопрос в этой связи? А вот эти вот математики, программисты, это штатные сотрудники суперкомпьютерных центров? Которые получают бюджетную зарплату. Это верно. То есть важно не просто потратить деньги, сделать машину. А кто будет за электричество платить? А кто будет программистам платить? А кто будет сменным операторам платить? А кто будет бригадам дежурным платить? Это все оплачивается из бюджета. Это все вот не просто создание, но и содержание федеральной инфраструктуры оплачивается из бюджета. Из налога. Компания приходит туда, пользуется, считает, получает конкурентное преимущество, потом расширяет свои продажи и платит налоги. В этот момент времени происходит разворот денег. Нету там, сколько стоит сейчас времени? Да нисколько не стоит. Это называется бюджетной эффективностью. Были бы тут экономисты, они меня все поняли. Есть понятие коммерческая эффективность, а есть понятие бюджетная эффективность. Это два разных понятия. Эффективность под растратой бюджетных средств. Она возвращается увеличением налогооблагаемой базы. Больше ничем. Не продажа, нет. Не надо смешивать. Вот как выглядит эта киберинфраструктура. Это вот здесь вот стоит дата. Это 93-й год, июнь. То есть июньский выпуск топ-500. Верхние пирамиды это штуки. Сколько штук в топ-10? Следующие 80 машин, следующие 150, следующие 250. А нижняя пирамида это вычислительная мощность. Вот эти штуки дают вот столько мощности. Тут шкала анафтерофлопсов, петофлопсов и так далее. Флажок стоит у того, кто занимает топ-1. У кого топ-1, тому ставится флажок. Соответственно, Соединенные Штаты Америки, Объединенная Европа, Россия, Китай. Вот такая вот картинка. Я нажму клавишу, побежит нутфильм, я надеюсь. Вот такие вот чудеса. Сейчас мы это делаем. Есть такое, не понимаю, ничего. Сейчас, извините, я хочу добиться. Нет, нет, я проверил, перед началом лекции, не работал. Нормально. Вот видно, как меняется, видно, как меняется. Постепенно люди понимают, что такое сбалансированная киберинфраструктура. И вот то, что происходит у нас сегодня в мире. В мире, в России, в Китае, в Японии. Там были интересные моменты, но мы не можем все это обсуждать. Ну, это вот как бы, кто занимал топ-1 по странам. Вот в этот момент времени, это Эрс-эмулятор, известная машина Эрс-эмулятор. Модель Земли, 5 выпусков подряд Япония стояла на первом месте. Причем выше была, превосходствована там 5 раз. И вот в этот момент времени были те самые слушания в Конгрессе, о которой я говорил. То есть, в этот момент времени было спровоцировано слушание в Конгрессе со словами. А как к этому относятся? А может быть и ничего? А может быть, с чем бы с ним? Вообще, а нужная эта страна? Ненужная эта страна? Давайте разберемся. Это была серьезная аналитика. Все материалы есть. Можно просто почитать. Они потратили деньги налогоплательщиков, чтобы разобраться в вопросах, а что такое ЧПС с точки зрения государственной власти? Все материалы есть. И ответили на этот вопрос довольно досконально. И вот тут как раз воспитали ту саму Дебору, которая в последующем говорила свои слова. Вот теперь поговорим про это. Правда, искажающая истина, как анализировать ТОП-500? Дело в том, что ТОП-500, в силу своего определения, что мы сказали, что суперкомпьютер это 500 самых мощных машин мира, то ТОП-500 это просто описание, а что такое суперкомпьютерная отрасль. Причем накоплено 40 выпусков этого рейтинга. То есть у нас есть хронология этого понятия. У нас есть 40 полугодовых срезов. Информации там просто море. Можно зайти на сайт и скачать любой выпуск. Причем правильно не читать HTML, не читать веб-странички. Там публикуется 1% от всей информации. Можно закачать в формате Excel и увидеть, что там 40 столбцов. А в HTML от силы 5 столбцов. И там есть масса технических нюансов. Сегодня это почти миллионы разных полей, которые заполнены. Вот тут перечень полей. Анализировать это глазками, ручками просто невозможно. Поэтому вот я писал и продолжаю сопровождать вот этот программный продукт. Название ТОП-500 аналайзер. Это простая программка, ничего там естественно нет. Которая скачивает все, ну вернее так, скачивает там, ну и руками. Анализирует всю эту информацию и строит разные веселые картинки. Ну в том числе и ту анимацию, в которой мы посмотрели. Я еще не рассказал, что там были цвета. Потом расскажу, почему там было красный, желтый, зеленый. Как выбраны эти цвета. Красный, желтый, зеленый. Значит, да, конечно, не всегда данные в ТОП-500 достомерны. Есть факты, когда установки входили в ТОП-500 до своего рождения. Установки нет, она уже включена в ТОП-500. Были такие факты. Были факты, когда установки входили в ТОП-500 после своей смерти. Установку демонтировали и забрали. Она входит в ТОП-500. Есть, есть такие нюансы. И есть случаи, когда установки не включали в ТОП-500. Либо по соображениям секретности. Ну, ни разу ни одна саровская машина не входила в ТОП-500. Это правда. При этом хорошие машины явно, если бы они подались, они бы вошли. Но они не подались. Понятно. Вот ситуация такая. Люди не подаются по соображениям секретности, либо по идеологическим соображениям. Вот сейчас появились просто случаи, когда люди объясняют. Да, я не подался. Да, я ненавижу этот ваш лимпак. Ну, вот. Идеологические соображения. Любезные. Как хотите их назовите. Я не буду прогонять вашу точку. Хотя машина вполне, конечно же, это суперкомпьютер. Да, это все понятно. Да, у нас есть противоречивые. То есть, недостоверные, неполные сведения. Но это не мешает считать доли. То есть, надо аккуратно работать с той информацией, которая есть. Мы же не видим подводных частей айсбергов. Но мы можем, наблюдая за надводными частями, очень точно, с абсолютной достоверностью, соотносить их размеры. Правильно? Соотношение размеров, ну да, релейшн, да. Вот эти дроби размеров, они будут абсолютно точные. Хотя мы не видим подводные части. Ничего страшного. Каждый выпуск 100500 это серьезный новостной повод. Это все публикуется, это все обсуждается. Прессу читают начальники, и начальники делают разные выводы. Ну вот, в частности, вот это на экране, это не моя программа. Это официальный постер, который публикуется вместе с 100500 каждый выпуск. И вот там есть, это кусочек постера, это одна картинка из постера. Здесь описано, где используются суперкомпьютеры. Мы видим, что вот эта вот голубая центральная полоса, это используется в индустрии. Используется в индустрии. Мы видим, что были такие периоды, когда в индустрии, ну, то есть и сейчас в индустрии это самое массовое применение суперкомпьютеров, был период, когда был 65% просто. Даже с гаком. Люди все, это все доступно всем, это визуально все очень понятно, люди все это делали счета. Можно скачать Excel и просто пальцами посчитать. Там есть табличка, есть колонка под названием «Сегмент». В Excel пользоваться умеют все. Делаете фильтр «Сегмент равен индустрии». После этого считаете количество. Делите на 500, получаете процент. Это сделать может любой. Посчитать количество установок, применяемых в индустрии. И после этого, а вот это вот слова, это из письма вице-премьеру. Вот это вот из письма вице-премьеру. Использование суперкомпьютеров в промышленности в США. Более 64%. А вот в России меньше. Плохо. Ну а дальше делаются руководящие выводы. Ну, например, передать бюджет на суперкомпьютерную отрасль из Минобранауки кому? Минпром. Разумно? Ну, если промышленность применяется. Разумно, правильно? Разумно. Ну или другое. Ну, если 65% стоит промышленности, то, ну, ясно, 35% надо дать государю в денег, а 65% привлечения в демизорное финансирование. Разумно? Ну, нам, с точки зрения клерковской логики, это совершенно разумная вещь. То есть вот такие управленческие решения, они рождаются, они понятны, они... Посмотрите сами на картинку, все ясно, все понятно. И дело в том, что вот, еще раз, каждый может скачать Excel и посчитать вот эти доли. И доли будут вот такие. И это просто правда. Это действительно правда, что вот столько машин используется в индустрии, вот столько в ресерче, вот столько в академике. Чисто говоря, я не понимаю, чем в ресерче, чем в академике отличается. Вот эти английские слова, чем отличаются у подруги, я не понимаю. Ну, у них, тем не менее, введены две такие категории. Вот столько стоит у вендоров, столько в гармонте, столько это классифайт. Классифайт, это значит, есть подробная информация, где использоваться. Можно было расклассифицировать, отнести вот это в индустрию, а вот это в исследование. Почему-то это не делается. Ну, бог с ними, это на их совести. И это правда. Но если аккуратнее посчитать, то картинка будет немножко другая. А именно вот такая. И вот это вот истина. Вот это истинные доли. И посмотрите, пожалуйста, на истинные доли. То есть, результаты выборов были искажены. Искажены так, что лидер поменялся. Понимаете? Выбрали-то не того. Индустрия была приписана в два с половиной раза. Академическим и исследовательским были сокращены там раза в два тоже. И так далее. Понимаете? То есть, ситуация совершенно другая. Можно посчитать, кто больше там продал машины. Обием, Хюллет, Пакард, Крей, это лидеры, АПРО, там, ну и так далее. И отношение будет вот такое. Но можно посчитать аккуратнее, отношение будет совершенно другое. Причем мы опять видим, что правда отличается от истины в разы. Не на 10%, не на 15%. Причем очень часто со сменой лидера. То есть, победителем объявлен просто не тот. Можно посчитать, какие технологии для интерконнекта чаще всего используются. Посчитать, сколько машин построено с помощью Инфинибэда, Эзернета, Меринета. Кастом это значит, что нельзя купить. Вот там плохое слово, купить нельзя. Можно купить изделие с этой сетью, но нельзя купить сеть отдельно. Вот, например, Блюджин машина. Вот машину Блюджин купить можете. А сеть, которая используется в машине Блюджин, ее купить нельзя. Вот купить эту сеть и построить свою машину с этой сетью нельзя. Всю машину целиком, пожалуйста. Можно посчитать технологии интерконнекта, получится вот так. Но если аккуратнее построить эти доли, то будет вот такая картина. И она просто чудовищно отличается от той, которую я показал в начале. Другое, пожалуйста, журналистка пишет. Позиция России в суперкомпьютерном рейтинге несколько улучшилась. Было 5 машин, стало 8. 5,8 это значит рост на 60%. Правильно? 5,8 мы все понимаем. Если бы наша экономика за полгода росла бы на 60%, это же чудовищный рост. Это значит, что правильным путем идем товарища ничего больше делать не надо. Правильно? Ну, это правильный чиновничий вывод. Все хорошо, усиливать, улучшать усилий не надо. Если мы проанализируем реально, что произошло с позициями России в суперкомпьютерной отрасли, то в самом лучшем случае картинка будет другой. Это самый лучший случай. И отличие будет разительным. В чем причина отличия правды от истины? Почему так случается? И спасибо огромное русскому языку, он могучий. В английском я не знаю, как бы я говорил в Турекции. Там нету понятия правды и истины. True, true. Как бы совершенно невозможно. А у нас, пожалуйста, все это хорошо. Все понимают, о чем я говорю. Там можно сказать belief and knowledge. Belief это представление реальности. Knowledge это... Вот мы дискутируем потом. Потому что мне предложили перевести это на английский язык и от большого затруднения. Ну, belief, да. Нет, knowledge это нет. Нет, я думаю, что там вот реалити. Трус, вот реалити. Английская фраза, что такое knowledge? Потом абсолютно. Попробуй вперед фраза, да. Значит, абсолютно понятно, в чем проблема. Проблема состоит в том, что мы мерили суперкомпьютером не в том. Не в тех попугаях измеряли свои суперкомпьютеры. Значит, и надо понять в каждом случае, надо понять, в чем мы хотим мерить. И вот смотрите, если вы будете сравнивать между собой торговый флот, вы не будете мерить в штуках. Вы будете мерить в тоннаже. Это очевидно. Там каждый раз надо выразить, а что, вот какое главное качество того, что мы хотим измерить. И в нем мерить. Правильно? И ответ совершенно понятен. Главный параметр, это определение понятия суперкомпьютера было у нас. Производительность. Желательно на реальных задачах. Желательно на целевых задачах, ради чего мы его купили. На ваших задачах. Но если этого нет, ну хотя бы на лентбак. Ну, это единственное сведение, которое нам доступно. Само собой, одна из целей моей жизни, добиться того, чтобы вы прекратили говорить о пиковой производительности. Просто прекратили бы и все. Раз и навсегда. Хотя бы лентбак. Реальная, хотя бы на какую-то реальную задачу. И в отличие от штук, вот пять одних суперкомпьютеров может сильно различаться от пяти других. Потом увидим, что сильно это означает, например, в 200 раз. Не в 10, в 200 раз. А лентбак производительность, она уже хорошо коррелирует с другими интересными понятиями. Например, научно-техническая сложность. Или объем оборудования. Количество ядер. Количество портов интерконнекта. Сложность топологии. Вот лентбак производительность, деньги. Ну, для инвесторов важны деньги. Им говорят, одна компания продала пять транспортных средств для перевозки нефтепродуктов. Другая три, а третья один. Куда будем инвестировать? Выясняется. Одна продала пять бензовозов. Другая продала два супертанкеров. А третья продала один магистральный нефтепровод. Вот штуки. Значит, куда будем инвестировать? Так вот, лентбак производительность хорошо коррелирует с деньгами. С технической сложностью, с количеством ядер, с интерконнектом, с количеством портов, с топологиями. Хорошо коррелирует с научно-технической сложностью. С наукой емкости. Все эти понятия будут хорошей корреляцией. Почему правда так сильно в разы отличаются от истины? Потому что суперкомпьютеры, имеющие очень сильно штуки, очень сильно различаются по лентбак производительности. Вот по параметру R-MAX. Это лентбак производительность. То есть есть расслоения в мире суперкомпьютеров. Они очень разные. Они очень разные. И для меня был самого шок, это вот спасибо Юрию Сергеевичу Осипову, он меня заставил посмотреть на это дело. Значит, для меня был шок осознать, насколько сильное расслоение. Просто осознать психологически, насколько сильное расслоение. И в наше время это расслоение из-за гонки, которую объявила Дебора, в своей цитате, объявила это не она, она по жизни есть. Это расслоение ужесточается. Вот причина, собственно говоря, почему. То есть причина простая, надо победить, а не поучаствовать. Поэтому лидеры, посмотрите на велосипедные гонки, да? Есть кучка лидеров, огромный разрыв и потом вся остальная толпа. Вообще говоря, это было видно давно. Это чисто психологическое замыливание взгляда. Просто надо было понять, что один сантиметр вот здесь, и один сантиметр вот здесь, и один сантиметр вот здесь, это не рядом. Потому что шкала логарифмическая. Это вовсе не рядом. Это очень-очень далеко. Потому что шкала логарифмическая. И расслоение было видно уже вот здесь. И то, что оно не осознавалось головой, это чисто психологические сложности. И вот я взял июнь 2012 года и выписал, смотрите, 10 машин, следующие 10 машин, следующие 80 и 400. Я выписал от скольких до скольких у них ленпак производительности. Ну вот от сих до сих. Чем хороший июнь 2012 года, потому что можно слово терапоб заменить на километры в час. И получится разумное число. Ну для того, чтобы симпатически осознать. И получается, что вот эти 400 установок это очень похожие, технически похожие изделия. Потому что изделия, которые передвигаются со скоростью от 61 до 173 км в час, это изделия одного плана, это автомобиль. Там мой вполне скромненький автомобиль, 173 км в час, это нормально, может ездить. Ну, более-менее приличная дорога. Следующие 80 машин, смотрите, сократилось, да, тут было 400, тут 80. Следующие 80 машин это 173 819. Ну, поршневая и начало реактивной авиации, но тоже никакой экзотики, ничего такого естественного. Вот эту машинку каждый может купить сам, вполне, ну, стоит денег, конечно, но тем не менее она доступна от 450 км в час. Вполне нормально. То есть это не начало вот этой области. Это, в общем-то, такая хорошая серединка. Следующие 10 машинок, следующие около звуковая, на граничке звука, да, там, ну, граничка звука, вот, близко к звуковому переходу. 1М. Очень тесный интервал, посмотрите, они отличаются-то на 20% друг от друга. А дальше, а дальше последние 10. Смотрите, что происходит. Происходит просто чудовищный, вот, чудовищный разрыв. Значит, первое, это 13М, таких машин просто нет. Сегодня ту фотографию, которую я здесь привел, это экспериментальная штуковина, которая еще там толком и не летает, а которая 6М. Вот 13М, это просто настолько другая тема. И понятно, что они не могут быть технически одинаковы. Они технически должны сильно отличаться друг от друга. Это не могут быть изделия одного плана. Есть расслоения в области, в мире, в центре компьютера. Вот эти расслоения на постере. Первая десятка, первая пятерка, первые пять машин имеют производительность от сил до сил, где за 100% принято производительность стопадет. Следующие пять машин, это коричневая область. Потом голубенькая, 10 машин. Потом оранжевенькая, 80. И там вот, которые возле плинтуса, вот эти черненькие и фиолетовые, это вот оставшиеся 400 машин. Вот как картинка-то выглядит. Та же картинка, только сбоку. И сейчас идет мультфильм, и мы видим, как меняется расслоение. Из года в год меняется расслоение. И сегодня расслоение чудовищное, оно просто усугубилось в последний год. Вот что происходит. Происходит то, что 490 машин в 10 раз и более хуже, чем топ-1. 430 вообще в 50 раз и более хуже, чем топ-1. Это абсолютно разные изделия. И именно поэтому, когда мы считаем в штуках, ну, здесь понятно, принцип почти, принцип Вильфреда Паретта. И это объясняет, почему, когда мы считаем в штуках, мы ошибаемся вот так в разы. Ну, а теперь, когда мы уже это все поняли, мы можем восстановить истину. Мы можем ответить вопрос, а где же применяются суперкомпьютеры. Для этого нужно доли посчитать не в штуках, а в производительности. Это будет равносильно объемам инвестиций, деньгам. Это будет равносильно вычислительной мощности, количеству ядер, количеству портов интерконнектора и всему прочему. Это реальные доли, это действительно будет истина. Это вот постер, это постер официальный. Я аккуратно измерил каждый цвет и настроил свое программное обеспечение, чтобы оно в точности его воспроизвело. Это моя картинка. Те же самые цвета, чтобы доказать, что я считаю это все правильно. Официальный и мой. Да, вот они просто один в один. Немножко другой формат выдачи, там вот есть оси горизонтальные, но вот просто один в один. После этого я что сделал? Я немножко все-таки переклалифицировал и вел 4 градации. Индастрии, РНД, вот Академию и все сейчас он собрал просто в РНД. Я расклассифицировал Unplassify, потому что там есть дополнительное поле, которое позволяет отнести либо в Индастрии, либо в РНД. И очень маленькая доля оно, когда действительно нет информации, для чего используется. И есть Government and Military. Но цвета выбралось в соответствии с предпочтением наших руководителей страны. Все, что относится к экономике для них зеленый цвет, то, что относится к науке, это красная тряпка и так далее. И вот в штуках оно вот так. Действительно, с какого перепугу мы будем... Если это используется в экономике, ну пускай экономика и дает денег. И пускай Минпром за это отвечает. Но если мы теперь перейдем от правды к истине, если мы долю посчитаем производительности, то картинка изменится вот так. Еще раз. Вот это правда, а вот это истина. Суперкомпьютеры используются для производства знания. Суперкомпьютеры используются в первую очередь. Их вычислительная мощь, по большей части, используется для науки. Для производства знаний. И очень малая доля для реальных индустриальных положений. Это просто реальное положение дела. Для того, чтобы понять, как и почему, надо построить эти отношения для первых десяти машин. Для следующих десяти, для восьмидесяти и так далее. То есть разбить еще на сегменты. И сегодня все происходит вот таким вот образом. То есть в первых десяти машинах только научные применения, в следующих десяти только научные. И потом потихонечку появляются индустриальные применения. То есть можно разглядеть ареал обитания. Где кто обитает. И не надо стремиться на Ломоносове делать индустриальные задачи. Потому что это глупо. Никто не делает в мире. Потому что Ломоносов это вот из этой части. И там нет индустриальных приложений. Индустриальные приложения появляются на машинах, которые числом поболее, ценой и подешевле. И вот понимание вот это, какая доля, какой сегмент для чего используется, очень важно. И это объясняет, почему расхождения произошли вот в этих частях. Более того, правильно было бы сделать ширины столбцов разной. Вот сейчас ширина пропорционально вычислительной мощности. И тогда действительно количество краски это просто отражает реальные доли. Вот в этой части картинки опять ареал обитания он понятен. Либо можно было подобрать такие правильные доли. Две машины дают 20% всей мировой мощности. Следующие 6 машин дают 20% всей мировой мощности. Следующие 35 машин дают 20% всей мировой очности. И так далее. И тогда картинка тоже будет справедлива и правильна. Это вот истинные доли будут правильно отражены. Какие процессоры используются чаще? Вот это официальный постер, он просто публикуется, и мы видим, какой процессор самый популярный. IBM уступает не то слово сколько раз. AMD на задворках истории, это понятно и так далее. И это правда. Каждый может проверить, просто штуки посчитать. А вот это истина. И опять мы видим, что IBM обидели в разы, просто в разы. Intel в полтора раза, он да-да, он лидер, нет вопросов, но не такой, как кажется. И позиция AMD не такая плохая, как кажется. Значит, о, Матфирм заработал, тут заработала такая мистика. Можно посмотреть, как в истории они, как друг друга они вытесняли из разных сегментов. И вот что сегодня, и вот картинка, которая сегодня. Вот ареал обитания IBM. И видно, куда направлен на центр тяжести. Вот здесь живет IBM, а вот здесь живет Intel. И видно, куда он направлен по своему стремлению, как его вытеснили. А вот здесь живет AMD. Вот картинка. Вот истинное положение. И это позволяет понимать, в зависимости от того, в каком сегменте вы собираетесь здесь что-то делать, на кого правильно опираться. Ну, какой самый успешный продавец, да? Кто продает? Опять-таки, вот эта официальная картинка, а вот это истинное положение. То есть, если вы инвестор, то это не отражает деньги. Вот это отражает деньги. И опять мы видим, что история о том, что Крей потерял свои позиции и все, и не смог оправиться. Это история ни о чем. Все немножко по-другому. И было по-другому. Смотрите, какая здесь доля, и какая здесь доля. С картинкой искажена там до неузнаваемости. И то же самое здесь, что происходит. Вот такая петрушка. И опять-таки, значит, причина ровно та. И опять ареала обитания. Вот эта гигантская доля Хьюлит Паккарда, которая здесь нарисована, это доля ни о чем. Я не то, что я плохо отношусь к Хьюлит Паккарду, я хорошо отношусь до тех пор, пока мне не прислали на отзыв письмо от Хьюлит Паккарда, ну, по-простому, президенту России. Давайте мы сделаем вам самую мощную машину. Вот с таким ареалом обитания, вот их ареал обитания. Предлагать сделать самую мощную машину ТОП-1, но это немножко не о том. Какой интерконект используется? Это серьезная тема. Какой интерконект используется для суперкомпьютеров? Чаще. Вот тоже то, что мы видим в штуках. Как бы вот мутной такой волной ворвался гигабитный Ethernet. И было время, вот здесь вот время, когда просто более 50 процентов всех суперкомпьютеров было сделано на технологии Ethernet. И это правда. Это действительно правда. И мы видим, что технологии Custom это то, что нельзя купить. Вот это нельзя купить. Надо либо купить всю установку, если продадут, они, как правило, под эмбарго. Продадут с большим опозданием. Blue Jean стоит в Московском университете через 6 лет после того, как он появился. Нормально. Продадут. Пройдет 10 лет, вам все продадут. Значит, либо... То есть это купить невозможно, надо сделать самому. То есть это надо разработать. Вот такого класса изделия надо делать самим. А это да, это коммерчески доступно. Красное это то, что надо просто делать самим. Это в штуках, а вот это в производительности. И картина просто в разы. Значит, ну опять мультфильм не работает. Кому интересно, потом нужно посмотреть. Вот на самом деле реально картинка, как оно все происходит. Оказывается, что машины здесь в классах А, Б, Ц, Д, как раз. А, Б, Ц, Д, Е. Как-то у экономистов есть пять категорий равномочных. Квинт, отчего же там. Квинтина, по-моему. Значит, вот ареал обитания. То есть изернет он живет вот здесь. Инфинибент не используется для самых мощных машин. Не используется. Нельзя было ломоносо делать Инфинибент. Просто нельзя. Ну либо, по крайней мере, понимать, что это слабое место. И вот это понимание очень важно, потому что, когда приходишь и говоришь, клеркам говоришь, дайте денег, надо делать свой интерконект, они отвечают, да ты что, во всем мире строить Инфинибенте и на изернете? Значит, посмотри, пожалуйста, доля. Ну все строят на Инфинибенте и на изернете. Зачем делать свой? Это дорого, это непонятно, это риски. И приходится долго-долго объяснять, что нет, а вот не так, а вот не так. Ну и, наконец, позиция России. Укрепляет ли она своя позиция в суперкомпьютерной отрасли? Ну да, мы теперь обладаем правильной методологической базой. Давайте просто посчитаем, сколько вычислительной мощности под ружьем есть у каждой страны. Да, просто вот возьмем ТОП 500 и просуммируем мощность. Не штуки, мощность. И тогда мы увидим, ну она прерывистая, вот линия России, линия Китая, Япония, Объединенная Европа, США. И тогда в каждый момент времени можно проделать вот такую математическую штучку. В каждый момент времени. Помните этот анекдот, насколько мы отстали? Вот в каждый момент времени можно померить, а сколько лет назад это столько было у США. Или у Европы, или у Китая, или у Японии. И померить, насколько мы отстали от каждой конкретной, по энерговооруженности, по вычислительной мощности. И построить этот график. И тогда станет ясно, где мы сокращали свой отрыв, где мы догоняли, и где мы упрочняли свое отставание. Вот последний период времени это гигантские финансовые вложения на огромные суперкомпьютерные проекты. Результатом этих гиперусилий является планомерное усиление отставания России. Ну, видимо, немножко не так, что там происходит. Вот анализировать уже причины, это второй аспект. Сначала надо понять события. Мы построили события, а дальше можно анализировать причины. Второй способ. Второй способ это отставание не от стран, а от технологий. Можно сказать, есть технологии топ-1. Есть технологии топ-5. Есть технологии топ-10. Давайте возьмем самую мощную машину России. Вот этот кружочек. И от нее проведем, сколько отстаем от топ-1. И не важно, куплена она или своя. Не важно. Возьмем топ-Россию и посмотрим, когда бы она стала топ-1 в мире. Сколько лет назад она стала бы топ-1. И так сделаем для каждого момента времени. Последний период времени мы планомерно. Это нормальный год. Год хороший, все в порядке. Мы планомерно усиливаем свое отставание от топ-1. Мы, в общем, немножко застабилизировали, либо усиливаем отставание от топ-5 и от топ-10. Были периоды, когда мы, в общем, сокращали. А сейчас мы вот просто планомерно, нормально усиливаем свое отставание. Ну и, наконец, просто какая доля в мировом? Доля в мировой производительной мощности есть у России. Вот график, и вот периоды, когда мы увеличивали свою энерговооруженность, так сказать. И вот периоды, когда на фоне всего мирового уровня. И вот график, когда мы сокращаем эту самую энергоооруженность. Не надо думать, что программа «Скиф-Грид», что она создала все эти мощности, да. Она создала синергетический эффект. Все проснулись. Это не означает, что мы все это построили. Чепуха. Но все заактивничали, и пошел вот такой нормальный рост. Есть так, вот нравится кому-то, не нравится, но есть вот такая корреляция. Периоды выполнения программ «Скиф» и реальное укрепление позиций России в компьютерной индустрии. Нравится кому-то или не нравится, но это истинно. Это истинное положение. Значит, вот этот кусочек лекции я рассказывал, не только рассказывал, есть статья на эту тему. Кстати, вышла на Западе пока. В Литвях. Значит, эту статью я дал одному замминистру почитать, профильному связи и информатизации. И специалисту. Специалиста реакция была такая, что ну все понимают, что надо не только в штуках мерить, но еще и в производительности. Я ему говорю, ну все понимают, но никто не делает. Такая история. Это, во-первых, во-вторых, ты не понял. Я сказал, что в штуках нельзя. Не то, что можно и так, и так. Нет, вот так точно нельзя, а делать надо только так. У замминистра, слава богу, была реакция более правильная. Что вот буду смотреть на такие рейтинги еще с одной стороны. Спасибо, хоть что-то там, глядишь, сдвинулся. Вот, собственно говоря, ситуация. Так, есть еще времечко. Слежу с часами. Следующий блок, о чем хотелось поговорить, поговорить все-таки о перспективах. А перспективы, они отражены в сегодняшнем положении пиковой части нашей отрасли. Топ-1, топ-10. И то, куда же мы будем двигаться. Понятно, по географии, больше всех таких машин за всю историю США, Япония, Европа, Китай, Канады. Китай очень интенсивно рвется сейчас туда. И делает это осмысленно, как осмысленную политику государственную. Естественно, что Китай это страна с очень короткой вертикалью власти. Ну, давайте посмотрим примеры, как это выглядит. Вот, посмотрите, как компьютер Япония был в топ-1 в 11-м году, в ноябре 11-го года. Что произошло? Хочется на несколько моментов обратить внимание. 10 петофлопс, 12 мегаватт. Один петофлопс, один мегаватт. Примерно. Да, то есть это установки, которые потребляют, как маленькие городишки такое. Количество ядер близко к миллиону. 700 тысяч ядер. Собственный интерконект. Про что я говорил. Не строят на инфини-бенде. Собственный интерконект. Водяная система охлаждения. Жидкостное охлаждение. Ну, 12 мегаватт электроэнергии. Механическая работа не совершается. Внутренняя энергия не накапливается. Значит, что? 12 мегаватт тепла. 12 мегаватт электроэнергии, значит, 12 мегаватт тепла. Вот в этом объеме. А теперь уносить его. Каким-то образом его вытаскивать. Поэтому жидкостная система охлаждения. Собственный процессор, кстати говоря. Ну, он там делал дело с Альянсом, но их место. Вот эта машина не входила в топ-10, она была рядом. Она там рядышком стояла. Водяное охлаждение. Полностью. Водяное охлаждение всего. Собственный процессор. Один петафлопс. Один петафлопс примерно. Там чуть-чуть не вытянули. Один петафлопс, один мегаватт. Очень хорошо. Хороший соотношение. Для примера, вот другие машины. Вот это граф ускорителя. А тут нет. Это однородная машина. Тут нет граф ускорителя. А вот это Ягуар. Два петафлопса, 7 мегаватт. Три с половиной. То есть хорошая машина. Симпатичная машина. Мы в части эффективности, в общем, проигрываем очень сильно. Очень сильно. Наша лидерская машина проигрывает очень сильно. Вот так это выглядит. В воздушное охлаждение у нас. Да. В Ломоносово. В Ломоносово воздушное. Да. Значит, вот как выглядит это дело. Очень, очень компактная установка. Ну, вы видели фотографию. В форме цифры 0, когда я спросил, я думал, что, ну, может, 3D2 там. Нет. Просто радисты этики. Он говорит, ну, как, она же 0,1, вот, ну. Собственно, 0 это обслуживающее устройство. Значит, вот это вычислитель. Вот это вычислитель. Вот это сторич их собственный. На многих фотографиях именно его выдают за суперкомпьютер. Значит, это сторич. Никакой это не суперкомпьютер. Это пожаротушение. А это совершенно другая кластер. Это кластерная установка на интеллах, которая не имеет отношения к этой машине. Просто стоит в этом же здании. Вот это они сдают в коммерческое использование. Это только для государственных... Ну, вот. То есть это национальный ресурс, это коммерческий ресурс. Это центр управления. Здесь тоже вот можно ходить. Сенсорные экраны, система мониторинга. Прям вот, пожалуйста. Все очень хорошо. Все очень грамотно. Все очень хорошо. Вообще, корпорация заслуживает огромного внимания. Является партнерами компании Intel. Оттуда забирают кучу информации. Например, они завалидированы к технологии QPI. Чтобы было понятно, что это такое. В мире есть четыре компании, кому Intel предоставил доступ к технологии QPI. Эти компании IBM, Cray, Silicon Graphics, купленная Cray, и InSport. Больше никого нет. Просто вот уровень, чтобы понять уровень этих ребят. Вот такая вот петрушка. Значит, да, это уже решено. Они участвовали в нашем форуме. Значит, мы подписали с ними контракт. Ездили. В общем, пытаемся очень тяжело. Очень тяжелые партнеры. Жутко тяжелые партнеры. Но пытаемся что-то с этим сделать. Вот Sequoia. Посмотрите внимательно. Один петафлопс. Полмегаватта на петафлопс. Примерно, да? Полмегаватта на фитофлопс. Собственный интерконект. Жидкостное охлаждение. Не написано, но это жидкостное охлаждение. Вот такая петрушка. Sequoia. Ну, сегодняшний топ-1. Гибридная архитектура. Полмиллиона ядер в сумме. Собственный интерконект. Жидкость на уровне шкафа. Здесь не жидкость на уровне платы, а жидкость на уровне шкафа. Вот что происходит. Вот что, собственно говоря, происходит. Я хочу рассказать про... Я считаю, что это по технологическим решениям. Она входила в топ-100. В топ-100, вернее. В топ-500, в топ-100. Но по технологическим решениям задание у нас было такое. Задание разработки вот этой машины было простое. Построить технологию, у нас не было денег. Мы участвовали в конкурсе, но у нас, кстати говоря, с этим решением. Значит, мы проиграли. Все грамотно, все нормально. Но государственное задание этой разработки было простое. Построить технологию, которая позволяла бы при наличии денег построить топ-1. На тот период времени. Вот, собственно говоря, ради чего делась эта машина. Есть такая программа «Скифский грид». Очень скромная. Ну, все знают цифры последних. Вот на 9 лет мы растратили государевых денег. 9 лет мы растратили 571 миллиона рублей. За 9 лет. Сегодня в год 2 миллиарда, 3 миллиарда. Легко. А здесь. Вполне скромные бюджеты. Создали 4 серии суперкомпьютеров. Каждый год мы продвигались. Каждая серия это было продвижение и по процессорам, и по интерконнекту, и по программному обеспечению. Ну, по всем вот этим. И есть логика создания машины «Скиф Аврора». Технологии «Скиф Авроры». Итак, мы хотим сделать технологию, которая могла бы быть топ-1. При наличии денег, заказа могла бы быть топ-1. Нам нужна максимальная производительность, максимальная масштабированность. Само собой, только свой интерконнект. Ничего бы быть не может. Хорошая топология. Ну, вот 3D-Tor пускай. Собственный интерконнект. Обязательно. Масштабируемый, который позволял бы строить машину такого класса. Сочетание стандартного... Гибридная архитектура. Да, гибридная архитектура. Для части задач можно было бы... И гибкая гибридность, да. Гибкая гибридность. Максимальная плотность упаковки. Мы хотим масштабироваться гигантским образом. Значит, максимальная плотность упаковки. Это короткие проводники, это меньшие задержки. Но отсюда обратная сторона медали. Русские говорят медали, а завтальники говорят монеты. Вот наши отличия психологии. Обратная сторона медали будет большое тепловыделение в единицу объема. Гигантский масштаб, значит, будет необходимость надежности. Слова такие. Надежность, мониторинг, управление, это будут такие критические слова. Соответственно, жидкостное охлаждение, просто прямой вывод логический. Инженерная логика. Жидкостное охлаждение дает отсутствие подвижных частей, отсутствие вибрации. Это повышает надежность. И все-таки нужна хорошая система мониторинга. Вот логика. Жидкостное охлаждение дает энергоэффективность. Ну и отсутствие вибрации подвижных частей, хорошая эстетика, эгономика и все остальное прочее. Вот инженерная логика того проекта, который был сделан. Значит, вычислительный узел, два процессора стандартных. Здесь большая ФТГА, которая обеспечивала интерконнект, отечественный интерконнект. Вспомогательный InfiniBand, это вспомогательная сеть для TCP, IP. Там, где обычно используют Ethernet. Вот сама плата. Накрывается охлаждающей пластиной. Есть два гидравлических разъема. В пластине сделана канавка. Пластина касается всех микросхем. И вот за счет тока воды по этой пластине делается охлаждение. Все платы имеют охлаждающую пластину. Это вычислительный узел. Это блок питания на 6 кВт. Он же с пластины охлаждения. Это блок управления. Она же с пластины охлаждения. И вот шасси. Сверху блок управления. Вот он виден. Снизу блок питания. Вот он виден. И вставляется 16 вычислительных узлов. Вы получаете то, что называется корзина. Точнее полукорзина. Сабрек. Вам не нужен ток воздуха. Поэтому вы можете ее герметично запечатать. Вы можете ее запечатать герметично. В качестве такой крышки используем ради эстетики. Ради просто эргономики. Эргономики используем. Сенсорный LCD экран. И вот этим экраном мы запечатываем всю корзину. Получаем вот такой кирпичик. Сзади есть небольшое количество гидравлических машин. На бэкплей не объединяется InfiniBand. Верхняя плата имеет InfiniBand Switch. Поэтому небольшое количество дополнительных выходов и на InfiniBand и на 3D Tor. И вот берем стандартную стойку и вставляем 8 корзин с одной стороны. Они коротенькие. И нам не нужен проход воздуха. Поэтому 8 с другой стороны. Всего 16 этих самых полукорзин. И получаем вот такой шкаф. Вот та установка, которая была сделана в 2009 году. Значит, установка красивая. Ну, вот, вот, фильм не работает. Удаваться. Установка красивая и нормальная. Полностью бесшумная. Вот эти самые сенсорные экраны. Никакого протока воздуха, ничего нет. Никаких подвижных частей. Солит стоят диски, естественно. Значит, 3D Tor отечественный. ФПГ-ускоритель. 100 кВт. Вот этот шкаф, это 100 кВт. Чтобы было понятно, что такое 100 кВт. Сибирикам это понятно. Всем уходим в баню. Русская каменка, это 10 кВт. В этом шкафу 10 русских каменок. Если вам нужна большая мощность, вы просто ставите шкаф стенка к стенке. Это то, что мы подавали на компас по Ломоносову. Мы предлагали построить такую вот машину. 25 шкафов. Это один петафлопс. Опять, вот, фильм не работает. Устал он. Значит, вот такая установка могла бы быть. Можно охлаждаться горячей водой. Так оно и есть. То есть, на вход 50 градусов, на выход 55. Это уносит все тепло, которое у вас выделяется электроникой. Это означает, что у вас фрикулинг. То есть, даже в жаркое лето, если у вас за окошком 40 градусов, 55 в 40 отдаст свое тепло. Без чиллеров, без дорогостоящих по затратам. И дорогостоящих однократно, и дорогостоящих по затратам внешних изделий. Оригинальная была система питания. То есть, мы к шкафам подводили 48 вольт. Не 220, не 380. Мы подводили к шкафам. 48 вольт. Это означало, что выбрасывался один каскад преобразования электричества. Первым такие вещи стал делать Google. Это была пиковая технология. Сейчас постепенно туда уходят все. Но мы первые, кто применял в суперкомпьютерной отрасли, это вещи. По архитектуре. Два процессора. Оперативная память впаяна ради надежности. То есть, без разъемов впаяна. Фриз-маршетизатор, трехмерный тор и инфинибат. Вот как это выглядело. ФПГА соединялся очень тесно. 80 гигабит в секунду. Двумя каналами PCI-Express второго поколения. Инфинибэнд это 40 мегабит. А мы соединялись 80. Инфинибэнд 40 мегабит наружу. У нас наружу 60. Полтора раза больше. И разница между 60 и 80. 20 мегабит это давало в пике. На самом деле больше. Это давало возможность разместить в ФПГА не только маршрут. Басшрутизатор. Вот он размещен в басшрутизатор. Но использовать его ресурсы как ускоритель для тех или других задач. Отдельная сеть синхронизации. То, о чем я вам говорил. Барьерная синхронизация. Это отдельная сеть. Отдельная реализация. Очень эффективная барьерная синхронизация. 3D-тур. Он хорошо отвечал всей логике построения машины. Кольцо первого измерения было реализовано на бэкплейне. Просто это кольцо размера 16. И это было на бэкплейне. Кольцо второго измерения. Это кольцо внутри шкафа. 16 сабреков. И вы внутри шкафа замыкали второе кольцо. И третье измерение. Это когда у вас много шкафов. Вы прокладываете кольцо третье. Все знают, как прокладываются торы, кольца. То есть берете велосипедную подрыжку и сжимаете ее в одну линию. Или лучше велосипедную цепь. И понимаете, что кабеля достаточно вот такой длины. Все, больше ничего не надо. Если кабель вот так провязывать, то вы получите кольцо. Это получится кольцо через сеть. Кабели нужны от одного шкафа к другому через один. Это максимальная длина кабелей. Поэтому низкие задержки, высокая пропускная способность. Пропущем. Весь степь программного обеспечения был сделан. Причем, вот я утверждаю, что все неправильно реализуют EPI. Все. Значит, есть такая штука, что все вышли из одного и того же исходного кода. Это в какой-то, не буду, нет времени, в кулуарах, кому интересно, могу объяснить. Значит, вот архитектура построения этого кода была другая. И мы не наследуем ту ошибку архитектуры, которая наследуется во всех реализациях EPI. И которая ведет к проблеме масштабирования EPI. Мы свободны от некоторой ошибки. Поэтому можем показывать лучшие характеристики на уровне EPI. И не только EPI. Есть у меня такой доклад, называется «Есть ли жизнь после EPI?» Ответ «Да, есть». И сегодня популярны другие парадигмы подхода к параллельному программированию. ШМЕМ, Креевская библиотека ШМЕМ, Шерит Мэмори, RMCI, Гаснет, Пегас. Вот все, что сегодня популярно и перспективно на долгосрочную перспективу в сторону экзофлопса, это все было адресовано. И сами библиотеки, и языки поверх этого. Ну и прикладные программы поверх всего. Речь была настолько удобная, что было подписано соглашение в известный проект КАСТО. Ну кто следит за отраслью, я не знаю. У них была другая, свой собственный интерконнект, МВС-экспресс. Вот туда просто принесли весь этот стек. Чуть-чуть поправив код вот этих частей. Вот это стек исходный, а вот серенькое, это то, что пришлось чуть-чуть поправить. А это результаты сравнения с максимальной на тот момент времени коммерчески доступной интерконнектором. По пропускной способности в полтора раза лучше, чем Инфинибэн Кудиар. По задержке ноздря в ноздрю, просто одинаковая задержка. И есть третья характеристика, которая с течением времени становится ключевой. Вот обратите внимание, кто занимается в этой отрасли. Был этап, когда все говорили про Бэдвис и больше не про что. Потом этот этап закончился. И стали говорить про Лэдвис и все. А про это стали немножко замолкать. Вот так замолкать, замолкать, и вообще затихли. И стали говорить про Лэдвис. А вот сейчас наступило времени, когда говорят про Месседж Рейт. И чем дальше, тем больше. Скорострельность. Это важнейшая характеристика для Дэйта Интенсив приложения. Вам надо быстро раздавать и быстро собирать. Вам надо уметь очень быстро все делать. Пять раз. Не на 10%, не на 15%. Пять раз. Мы еще далеки от мирового рекорда. Еще пару раз. Но мы сделали первый важный шаг. Это почему надо заниматься своим собственным интерконнектором. Гибридная архитектура. Она была очень интересная и осталась. Машина жива, она существует. Она состояла в том, что стандартные части были связаны вспомогательной сетью, а ускорители были связаны интерконнектором. Стандартные не могли общаться через системную сеть, но через плист. Но была другая ситуация, что отдав кусок счета на ускорители, вы могли организовать такую вещь, что этот кусок счета был распределенный, и они общались бы между собой, не вызывая прерываний в стандартной части. То есть ускорители могли общаться между собой, не вызывая никаких событий в стандартной части. Вот эта вещь довольно интересная и потенциально, на мой взгляд, такая перспективная. Не волновься сейчас в ДПУ все равно. Правда? Да. Позже нас. Кстати говоря, Скиф Аврора была первой установкой, где все печатные платы на стандартных, как говорилось, я не дурак и знаю историю, на стандартных процессорах. Первой установкой на стандартных процессорах, где все печатные платы охлаждались жидкостью. Второй была IBM Aquaza. Отстали на три дня. Ну, отстали. Система мониторинга просто пролистнула. Я слежу за временем, хочется сказать что-нибудь важное. Ну, покажу последний слайд. То есть была разработана гигантская сенсорная сеть, которая опутывала все. Вот просто и блоки питания. IPMI, кто знает это слово, это возможность мониторить только вычислительные узлы. Ребят, а у вас интерконнект, это что, простое инженерное изделие? Нет. Его тоже надо мониторить. А у вас блоки питания, это простое инженерное условие? Нет. Их сотни, тысячи, десятки тысяч. То есть система мониторинга и управления должна опутывать все, и это было реализовано. Была возможность выключить кусок блока питания. Вот что-то произошло, да, и мы... Причем была возможность принять решение локально. Вот здесь стоит АВР, вот здесь стоит АВР, вот здесь стоит ARM. Даже когда не работает сенсорная сеть, хотя она тоже, она своя собственная, выделенная, она не связана с инфинибендом, она отдельная. Отдельная кабельная структура, отдельное электропитание для нее. Вся установка выключена, а сенсорная сеть включена. Она потребляет там несколько ватт на шкаф. Все выключено, а она живет. И через нее происходит процесс включения. Она включает все. Чуть-чуть включила, померила, о, можно включать дальше. Померила, о, можно включать дальше. Процесс запуска, процесс остановки, процесс реагирования на нештатные ситуации. Вот все вот это серьезная вещь. Это серьезная разработка, которую вот просто надо было сделать. Ну, довели до топ-100, вот 88 место. Важно, что отечественное программное обеспечение. И по семи ключевым технологиям было превосходство. Реально, в момент создания было превосходство. Улучшенное масштабирование, значит, повышение эффективности синхронизации, то есть отдельная сеть синхронизации. Поддержка не только NPI, но и перспективных. Это вот то, что важно, и то, что действительно выделяет ее вот как такая, как технология, не машина, не установка, а возможность построить там топ-1 и двигаться вперед. Все это сделано ни одной организацией, непосредственно, вот просто в работе работало 7 организаций. Вот 7 организаций, они просто работали в этом проекте непосредственно. И 20 организаций портировали свои установки, свой софт на эту машину. Что будет дальше? А какие проблемы стоят перед отраслью? Куда двигаться дальше? Вот здесь выписаны те проблемы, которые стоят по пути к движению к изофлопсу. Высокая плотность упаковки. Та же самая инженерная логика. Низкие задержки, значит, маленькие проводники, высокая плотность. Снижение отдельного употребления электроэнергии. Желательно снижение вообще употребления электроэнергии. Эффективная надежность, надежный отвод тепла. Вот все это надо решать для того, чтобы двигаться дальше. И вот те задачи, которые решались в проекте скиф Аврора, не значит, что решены. Но мы, по крайней мере, прикоснулись к этой проблематике. Сделали первые шаги в правильном управлении. Вот кроме разве что вот этого, по всем позициям, мы немножко, это всякое, мы, это значит, большая кооперация российских и белорусских специалистов. Чуть-чуть продвинулись. Значит, интерконнект, важнейшая проблема для будущего. Занимается не только мы. То есть, сегодня у нас есть вот эта история. Сегодня у института гигантский проект, называется паутина создания отечественного интерконнекта на будущее. С перспективой, вот там, в экзофобсные масштабы. Есть усилия Кванта вместе с Келдышем, это тоже понятно. Есть разработка Ницефта, то, что реально есть в России. И есть разработка Росатома. Вот четыре команды занимаются в России интерконнектом. Может быть, там, слишком уж в тихую, но тем не менее, эта работа есть, и она позитивна. Обратите внимание, насколько это критическая технология. Вот, примерно год назад, Intel рванул туда. Он скупил, во-первых, он скупил кусок у Крея. Он купил у Крея кучу патентов, связанных с их интерконнектом. Есть такое понятие, Креевский интерконнект. И он купил весь бизнес Кулоджика, который связан с Инфинибендом. У Кулоджика сегодня Инфинибенда нет. Все купил Intel. Цель простая. Они хотят через свой собственный интерконнект прокинуть КупиАй. Это будет серьезная вещь. Это будет такое жесткое, достаточно жесткое решение. И надо быть к этому готовым. И надо быть, в общем-то, уметь отвечать. Потому что боюсь, что какие-то вещи будут недоступны. Либо доступны с пятигодичным отставанием. Вот те проблемы, которые нужно решать по движению к своему интерконнекту. Еще раз отмечу вот эту позицию. Высокий темп выдачи сообщений. Вот это очень интересная позиция. Вычисление на лету, во время передачи данных. Вот это просто было запланировано в интерконнекте с Киф Аврора. All Reduced. Вы раздали задачи, и вам нужно посчитать максимальное решение. То есть считайте во время передачи-то. Один, второй, передают. Хоп, встретились. Максимум взяли, и вы уменьшаете тратить. То есть многие вещи можно считать во время передачи. Система охлаждения. Логика очень простая. Большая производительность, меньшие задержки, значит короткие проводники, значит большая плотность упаковки. И это правда для чипа, и для печатной платы, и для шкафа. Мы стараемся все упаковать очень сильно. А это означает большая объемная плотность этого деления. Больше тепла в единицу объем. А значит нужна более эффективная система охлаждения. Пример. Год назад стандартный узел был 400 ватт. Прошел год. Сегодня это 1 киловатт как минимум. Два с половиной раза за год. Это то, что вот мы имеем, и нужно отвечать на эту штуку. Это моя шкала времени, она меня касается. Но есть вот просто технологии. Неупорядоченное движение воздуха. Первый из подходов к охлаждению. Ну, там вентиляторы стоят в узлах. Достаточно. Неупорядоченное движение воздуха. Организованное движение воздуха. Горячие коридоры, холодные коридоры, все такое прочее. Многоконтурные системы. Воздух, вода, фреон. Жидкость на уровне шкафа. Холодные стенки, холодные внутрирядные кондиционеры. Вот это этапы. И дальше просто инженерная логика заставляет перейти на жидкостное охлаждение. Закрытые системы жидкостного охлаждения. Гибридное охлаждение. Ну и потом непосредственно погруженное жидкостное охлаждение. Что-то будет дальше. Наверное, фазовый переход. Мы над этим думаем. Не только думаем, но в общем, что-то и руками делаем. Причем придумаем. Значит, проблема состоит не только в теплоемкости. Про это все говорят. Вот тепломасса переноса – это теплоемкость. Сколько в литре или в килограмме или в кубометре вы можете унести тепла с собой. Проблема состоит еще в теплопередаче. Вот здесь вы должны отнять это тепло. Вот на этом контакте. И поэтому нужно говорить не только про коэффициент теплопередачи, но и про коэффициент теплоемкости. И сравнивая между собой воздух и воду, мы понимаем, что это отличие просто на два, на три порядка. Фазовый переход в дальнейшую перспективу. Вот здесь вот там отличие в 4000 раз. И это очень важно. И это объясняет логику инженерную, почему мы уходим от воздуха и переходим к жидкости. Значит, по энергетике это сокращение энергопотребления в два раза. Сегодня в системе воздушного охлаждения у вас мегаватт полезной нагрузки и мегаватт вы потратите, чтобы охладить ее. Вот ровно так. Мегаватт полезной, мегаватт полезной, чтобы унести это тепло и выкинуть. Жидкостное охлаждение позволяет практически без потери утаскивать это самое лишнее тепло. С 2009 года практически, для меня психологически, как для инженера, закончилась эра воздуха. Она прекратилась. Никакого основания дальнейшего использования воздуха я не вижу. Вот пример крупной воздушной установки. Она узнаваема, это официальный чертеж. И тут, если миленько посмотреть, тут написано килограммы и киловатты на каждом шкафу. И люди говорят, у нас высокая плотность упаковки вычислительных узлов. Ребята, вы о чем? Вот синенькие, это шкафы с вычислительными узлами. А красненькие, это площадь, потерянная на охлаждении. О какой высокой плотности можно говорить при такой вот цветовой картинке? Вы плотно упаковали в шкаф электронику, и рядом потеряли такой же шкаф на инровом кондиционерном, что рядный кондиционер. Вы могли бы, лучше бы ее пореже упаковать, и не ставить этот инровом кондиционер, и не было бы проблем. И так можно было сделать. Вот эта потеря на площади, эта потеря на килограммы. Сколько килограмм отведено на охлаждение? Сколько килограмм? Килограмма не бывает бесплатно. Килограмм суперкомпьютера в среднем весит 800 долларов. Да, весит стоит. С 200 мне килограмм суперкомпьютера, пожалуйста, с вас 800 долларов. Значит, средняя цена вот каждого килограмма, она вот примерно такая. Это потери на электроэнергию только внутри машинного зала. За стенами машинного зала просто удвоение электропотреблений. Вот стоимость всего этого дела. Мы видели, как охлаждалась Аврора. Это закрытая система охлаждения, то есть нет прямого контакта с жидкостью, с электроникой. Вот решение, которое у китайцев. Это Аврора, только к охлаждающей пластине печатные платы с двух сторон. Как этот самый, бургер. В середине котлеты, а тут две булочки. Они к охлаждающей пластине две печатные платы прижимают. Вот это Акваза. То есть здесь кулплейт и в Авроре кулплейт. Один кулплейт на печатную плату. Здесь маленькие кулплейты на электронику. И между ними медные трубочки пропаянные. И вот это вот коммерчески доступный IBM SuperMac. Ну вот не работает. Все, устал, компьютер не работает. Обидно. Значит там было показано, как устроено каждый такой, вот поверьте мне на слово, вот каждый такой маленький кулплейт, это примерно 20 слоев тончайших отверстий и бороздочек, которые обеспечивают следующую. У вас вода вот подходит, вот холодная вода подошла, и она в объемной структуре распределяется по всей плоскости. Вот за счет дырочек. То есть то, что автомобилисты называют штанами или коллекторами, да? Но только трехмерными. Вот она разбегается по всей плоскости. И в том же объеме обратный коллектор, который ее собирает и выводит. То есть это штука сложная, как космический корабль. Я оставил презентацию, можете посмотреть, кому интересно. Она не может быть дешевой, потому что там реально штук 20 слоев. Это надо сделать, это бессмысленно, если это теплопроводящий материал. То есть это нужно сделать еще в теплоизоляторе. Бессмысленно делать коллектор, расходящийся и собирающийся, если он теплопроводящий. Поэтому эта штука удивительно сложна поинженерной. И то, что они это сделали, они молодцы. Следующий подход, следующий этап, следующий шаг к жидкостному охлаждению, это погружное охлаждение. То есть вы берете просто ванную, наливаете в нее жидкость. Волшебную, это не может быть ванной. И туда просто опускаете печатную плату. Все. Никаких металлических пластин, никаких фрезеровок, никакого рельефа, Никаких вот этих космических кораблей, никаких 20-слойных там радиаторов, ничего не надо. Школьная задача. Постоянно. Одна труба подходит, одна выходит. Все. Больше ничего. Вот одна труба подходит, вот одна труба выходит. Самое смешное, что это было уже в 1985 году. Машина Крэй-2, вот это все, это емкость с жидкостью. И в ней установлена электроника. И дальше одна труба подходит, одна уходит, а вот здесь стоит водопад, так называемая сухая градирня. Где жидкость отдает это самое текст. Вот так выглядит современный телекоммуникационный центр. Тот же самый 19-дюймовый шкаф, только уровненный на бок, это залитый с жидкостью. И в ней стоят обычные сервера. Смотрите, обычные сервера. Из них только выпустили вентиляторы, больше ничего. Ну вот, собственно говоря, это сделано. С данной первой установки, с данной заказчиками, это то, чем занимается наш институт в части охлаждения суперкомпьютеров нынче. Ну вот опять он работает. Сейчас. Сейчас попробуем, по-своему. Вот так попробуем. Может полегчать. Ну ладно, пусть. Извините, садежку. Пролеснул. Значит, если смотреть эти технологии, вот все, которые я сказал, большой кулплейт, кулплейт на уровне микросхемы и погружное охлаждение, то с точки зрения цена, сложность, слово сложности, слово надежность между собой связаны, простота, надежность, это связанные слова, цена тоже связанное слово, то вот получатся вот такие сильные и слабые стороны в этих технологиях. Самые легкие, с точки зрения веса, это, конечно, объемовское решение, но оно чудовищно сложно. Я не готов его воспроизводить, это точно абсолютно. Ну а по всем позициям, по остальным позициям, по вооружное охлаждение все-таки выигрывает и мне представляется это в ближайшее время, это перспектива. Просуммируем специфику. Значит, по спектру задач, пиковые машины это генерация знаний все-таки. По решению задач, академические фундаментальные исследования, может быть какие-то очень сложные прикладные или просто исследования. Ну а это означает, что задачи разные, да, фундаментальные исследования это разные задачи. Одно дело, когда у вас швейное производство, вы каждый день обсчитываете трикотажные платья. Все, у вас задачи одни, в науке задачи разные. Значит, поэтому только отечественная разработка, то есть нельзя купить такие машины, какие-то компоненты просто точно не продаются, интерконнект, например. Используемое решение надо создавать самим, нужно разрабатывать, да, вот, то есть нету готовых решений. Естественно, финансирование, то это федеральный уровень, это федеральные деньги, это не может быть привлеченное финансирование. Ну вот, такая вот картина. То есть есть специфика топового уровня, и она сильно отличает его не только по производительности, но и по другим аспектам отличает от других машин. Я слежу, в общем, придется пролистнуть. Значит, что здесь у нас сегодня по игрокам? Я даже вот сюда вот иду. К сожалению, в последнее время в прессе пессимизм, большой пессимизм. Россия сдулась, Россия, значит, потеряла технического приоритета, потеряла выгодность своих решений. Значит, вот такая вот штука. Рынок отдан практически IBM и Хиллит Паккордо. Компания Т-платформа, ну вот случилась 8 марта, кто не следит за новостями, 8 марта случилась довольно тяжелая ситуация. Т-платформа включена в черный список. Это означает, ну, сел Кьюрич Апанасенко, гендиректор Т-платформ, в апрельском номере эксперта дал интервью по этому поводу. Он сказал, что это очень просто запрет на профессию. То есть мы не сможем дальше заниматься этим делом. Это означает, что многие проекты просто подвисли. Как их дальше делать, просто непонятно. Им никто не продаст ни одного процессора, ни одного интерконнекта, ничего. Но своих решений нет. Что дальше делать, совершенно непонятно. Главные игроки. Есть RFIATS, есть ROSATAM, есть их HHBICS, это понятно. Компания Т-платформы только что сказал. Есть группа компаний РСК, которые родились из РСК, Скиф из Скиф Авроры. Их решение от торназа, это упрощенная версия Авроры практически. То, что они продают, это вот предыдущий подход к жидкостному охлаждению. Больше ничего с ревопом. В смысле, дальше интеловское решение. Есть Скиф кооперация. Будут новые. Ну, в свое время Т-платформы родились в рамках программ Скифских Грид. Потом и расскорбился в рамках программ Скифских Грид. Как бизнес-оккубатор мы будем работать дальше. Будут новые компании. Это все произойдет. Есть, конечно, и Бэйли Пэм Келдыша и Квант. Вот эта кооперация, она тоже есть, и их амбиции тоже есть. По проектам, вот они выписаны, но кто-то уже подвисает. Росатом не может добиться нормального финансирования признания государственных зафлопсной концепцией. Российская Академия Наук, ну, как-то МСЦ РАН как-то там строит сейчас 10-пятофлопсную машину. То есть, построено в первую очередь несколько террафлопс. Сделано заявление в прессе о дальнейших шагах. 2 террафлопса, 10. Но не очень понятно, как это все обеспечено и что там дальше будет. Ну, и вот в связи с этим потеряна идея, на самом деле, предыдущая идея, предыдущая договоренность, она была все-таки не на базе решения торнадо, а на базе МВС-экспресс, Келдыш, Квант. И тот подход мне представлялся более интересным, более перспективным. Начинается в этом году, я надеюсь, скиф-недра, то есть, будет продолжен или не скиф. 21 террафлопс желает строить МГУ, но непонятно с кем в силу запрета на профессию в этой платформе. Ну и Росгидромет, он работает с РСК, значит, там какое-то движение тоже будет. Я, вот это, эти слова, это то, что я написал в ответ на обращение, на обращение Юрия Сергеевича, на его поручение. То есть, если проанализировать объективно, то на самом деле роль Российской Академии Наук в деле суперкомпьютерной отрасли, она просто чудовищно занижена, хотя вся история, кстати говоря, Новосибирска тоже, да, он рождался как сильный учительный центр в Советском Союзе. Был когда-то, один из мощнейших. Один из мощнейших, я же это понимаю. Вот, и на самом деле, ну смотрите, 80% приложений в науке, ну я же показывал это все, да, не в индустрии, в науке, а где наука. Вы хотите сказать, что он в ВУЗах? Есть такие люди? Тут есть преподаватель, я сам ректор, но я знаю расклад. Что происходит в ВУЗе, что происходит в институте, я знаю. Я знаю, где наука, а где образование. Ну, знаю. Поэтому, приложения все в Академии, основная экспертиза по созданию в Академии, ну, как бы не говорили остальные, ну, в Академии. В Росатоме тоже, согласен, но мы умеем работать в кооперации. Мы умеем это делать даже лучше, может быть, чем Росатом. Они не умеют работать в кооперации. Сила своей специфики. У них исторический опыт, да, колючая проволока, забор, да, все, вот вся кооперация. Ну, вот, ну, это нормально, но они так жили, ну, да. У них тысячи лауреатов государственной премии, я посещал музей, я видел. У них там огромное количество академиков, член-куров. Никто не говорит, что у них нет науки, она там гигантская. Но я сказал то, что является истиной. У них нет опыта кооперации, это правда. Мы все работаем в кооперации, а Академия работает в кооперации, это тоже правда. Ничего бы там никто бы не сделал, не умея работать друг с другом. Поэтому мы бы могли работать в кооперации с Росатомом. Вот Росатом не может с нами работать коэффицией, точно. Я в лицо им это говорил, это не заблазаю. Вот, поэтому, в принципе, Россия могла бы сделать серьезное продвижение по этому направлению, вот при такой организации работы. То есть, вот, просто сказать, российская академия – головная. Дальше того, может быть, не лучшим образом, но разберемся. И тогда можно было бы это дело сделать с мертвой точки. Ну вот, спасибо за ваше долготерпение. Значит, здесь еще живые остаются. Пожалуйста, вопрос, наиболее существенное. Вот, Сергей Михайлович, вот, наверное, маленький вопрос к анализу тех задач, которые решаются, как было в ассайд. И сколько там индустрии приходится, сколько на ресурсах академии. Да, да. Вот вопрос такой. Вы упомянули в начале лекции, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах, то, чем занимается суперкомпьютерный центр – это решает, в общем-то, задачи индустрии. Индустрии. Нет. Вот неправильно я понял. Это не так. На суперкомпьютерах большая часть мощностей суперкомпьютеров – это производство знаний. То есть там моделируются, там делаются те исследования, которые потом превращаются, они потом превращаются в материалы, технологии и даже изделия. Но все-таки большая часть – это самый первый выход суперкомпьютеров – это знания. Пожалуйста, понимаете, в чем делать? Например, наше любимое слово «нано». На нанотехнологии. Из-за пробы эффекта там просто нельзя ставить эксперименты. Их надо считать. Просто на этом уровне там наномеханизмы, их можно только посчитать. Их по-другому построить нельзя. Это знания. Это не конкретное изделие. Это моделирование процесса. IBM моделирует технологические процессы своих будущих технологических уровней. Что будет, когда мы перейдем на 12 нанометров, на 8, на 6? Что там произойдет с точки зрения физики? Поэтому все-таки это не конкретное изделие, это не конкретное решение, а это знания, которые потом идут в технологии, в изделия, в решение. Был вопрос, какие задачи требует экзофлопс. На самом деле, если говорить про классы, с математической точки зрения, то хорошим примером является переход от просто моделирования. Вот мой чертеж, какая получилась прочность. Это моделирование. Переход к оптимизации. Вот я начертил, а теперь измени мой чертеж, чтобы прочность была максимальной. Вот как только вы перейдете от моделирования к оптимизации, у вас сразу учредительная сложность увеличится достаточно сильно. Поэтому любые, если говорить по классам, то это оптимизационные задачи. Если говорить по областям, то, например, медицина. Моделирование кровеносной системы, я боюсь, что человека. Не говоря уж там, я боюсь, что экзофлопса тоже будет маловато. Вот просто гидродинамическая задача, полномасштабная кровеносная система. Еще одну вещь, которую произносит, говоря слово экзофлопс, это многомасштабные задачи. Например, воздействие на нефтяной пласт с целью, на месторождение, не на нефтяной пласт, а на месторождение, с целью улучшения нефтеотдачи. Вот задача. Вы можете там воздействовать по-разному, и моделировать вам придется на молекулярном уровне. Вот начинать. То есть часть моделирования будет происходить в размере там нано, часть там в десятые сотые доли, ну там пористость породы, вот такой размер, порох породы. Часть там пойдет уже метровая, ну и закончится все, сколько у нас там размеров какого-нибудь бассейна, несколько тысяч километров, допустим. Вот масштабы, вот от того до тысяч километров. Моделирование полей ветряков. Вот у вас там поле ветряков, тысяча на тысячу метров, хорошо, несколько на несколько километров. Надо смоделировать турбулентность размером миллиметр возле краев лопасти, обтекание всей лопасти, вращение и взаимодействие разных ветряков между собой, привязать это к рельефу и так далее, и так далее, и так далее. И заплопаться. Вы просто как не против. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, в вашем докладе вопросы системного программирования для супервычислений фактически свелись к упоминаниям ПИА или альтернативных пакетов. Все-таки, хоть кратко, какие претензии или пожелания, или... Куда идти? Да, куда идти. И еще сопутствующий вопрос. Может показаться, что сложилось некий разрыв между тем, что называется теория параллельного программирования и реальной практикой. Ну, вот, пожалуйста, прокомментируйте вот это. Значит, есть несколько видно. Во-первых, видно вот что. Что все-таки лидеры суперкомпьютерной отрасли, они не дураки. Просто. Просто. И они думают про те проблемы, которые стоят. Они их думают, они ими занимаются. Значит, вот я оставлю слайды. Просто можно попытаться самостоятельно. Пытаться нечего. То есть, там не будет хватать и речи, и слов. Ну, посмотрите, можно полистать. Моего доклада под названием «Если жизнь после МПИ». Видно, что... Ну, вот там есть наша разработка под названием «Т-система». Она никуда не делась, она живет, она продолжается. Значит, это попытка реализовать естественную параллельность функциональных языков. Куда ушел там F-sharp? У нас был контракт с Микрософтом, с Кириллом Афаеновым. Мы на них работали. И они с удовольствием, значит, знакомили со всем, что мы сделали. И деньги заплатили, все хорошо. Потом они, значит, посмотрели и стали делать свое. Получились, стали делать свое. Значит, там естественный параллелизм. Он очень просто выглядит, что вы можете, если вы вызываете чистую функцию, вы можете продолжить вычисление вызывающую и начать параллельное вычисление вызванного. Вы можете это делать до бесконечности. Все, что вам потребуется, это поддержать понятие «неготовое значение». Вот эта вызванная функция пока еще не вернула значение. «Неготовое значение». Когда-нибудь вернем. Причем «неготовое значение» можно копировать. Это легко. Это просто отношение поставщик-потребитель, представленное, например, поинтером. Его можно копировать спокойно. Я о чем говорю? Что вот была такая разработка, она есть, она развивается, и она позволяет красиво решать проблемы именно организации параллельного счета с точки зрения именно системного программирования. А есть работа компании Крый. Чисто аппаратная. Они поддержали это в железе. В железе они поддержали такую штуку, которая называется «Full Empty Beat». Фэп. А это ровно то самое. Ячейка, и про нее можно узнать, уже положили или еще не положили. «Full Empty Beat». Это ровно поддержка аппаратуре «неготового значения». То есть люди понимают, что вот есть такой подход. Транзакционная память. Следующий подход. Значит, не МПИ-ные подходы, подходы к той или другой модели распределенной памяти. Глобальная адресная, там, «Пегас», «Газнет» и так далее. Это новые подходы, попытка нащупать, куда же двигаться. Потому что модель обмена сообщениями, ну, она очень тяжела. Она очень тяжела. И она просто является тормозом на пути к экзофлопсу по очень простой причине. А ядер там будет миллиард. Ну, миллиард. А теперь, как хотите, с этим обменяйтесь, своими сообщениями. Это нереально. Вот, поэтому, поэтому тут вот без прорыва в этой части, я действительно не сказал про это. Ну, просто не успел, виноват. Ну, не думать про это, это просто провалить все дело. Там много других проблем. Надежность. Полтолерантность. У вас в углу будут выходить из строя. Обязательно. Причем с темпом, там, не знаю, каждую минуту. А у вас туда уехало вычисление. Что, ваше объяснение? Ну, вот. Да, вот. В этом, в этом. Вот надо организовать вычисление так, чтобы, ну, и ладно. Ничего страшного, я ничего не потерял. Вот. Надо сделать, чтобы была ситуация. А я ничего не потерял. Ничего страшного. И это связано с организацией параллельного счета. Там, скажем, в той же Т-системе это поддерживалось. Вы отдали функцию на счет, она чистая, но у себя оставили копию. Он умер, хорошо. Я там другому, или сам, ну, я ничего не потерял. Режим фултолерантности. Можно сделать. С точки зрения операционных систем. Там много таких вещей, которые важны и нужны. И просто, и они реально там, мы к этому касались. Нельзя сказать, что мы это решили. Мы к этому касались. Облегченные ядра операционных систем. Есть такое понятие. Мало шумящие операционные системы. Есть такое понятие. Синхронизованные операционные системы. В кластерной. Они работают синхронно. То есть, что это означает? Что фаза, что пользователь, юзеровская фаза и системная, синхронная. Везде. Не может быть так, что у одного идет системная фаза, а у другого юзеровская. Вот, значит, синхронная операционная система. Масса вещей, которой просто надо заниматься без этого продвижения. Ну, опять же, фултолерантности пронизывает все. Поскольку, еще раз, установка будут миллиарды компонентов. Ну, вот это так. Значит, вероятность отказа, сбоя, она вот понятна какая. Это все надо решить. Так, там вот Александр Михайлович, пожалуйста. Я благодарю вас за очень содержательное выступление, информативное. Ну, одно хотелось бы услышать от вас. О той проблеме, которую сегодня, кстати, особенно стоит обсуждать в День памяти Вершова Андрея Петровича. Он сформулировал одну проблему, которая колоссальнейшим образом сказывается на развитии компьютерных информационных технологий. Это так называемый языковый барьер. Да. 40 тысяч языков придумано или названо только во всем мире. Полтора десятка используется как-то. И существует мнение ошибочное. Помню, я хотел как раз ваше мнение знать о том, что естественные языки будто бы нельзя использовать для общения с компьютерами. И прежде чем задать окончательный вопрос, я спрашиваю. А люди-то понимают друг друга, когда формулируют друг другу задачи? Например, я, Григорий Петрович, в шоу задал вопрос. Есть естественные языки. Замечения отвлекаются, что время у нас. Задайте вопрос. Минутку, минутку, сейчас я вопрос задаю. Так вопрос вот в чем. В естественных языках, русском, английском и так дальше, есть нечто общее. Это общее можно выделить. Вы что-нибудь знаете о положительных результатах этого опыта? О существующей системе, которая позволяет использовать вот эту общность, квантэссенцию естественных языков лучше любого логарифмического языка? И еще один вопрос попутно. Страны всего мира отличаются чем? Не только мощностью личной техники, а количеством программистов. Это один из показателей. Так вот, два вопроса у меня. Попробуйте прокомментировать их. Существует ли перспектива такая, о которой предсказал Потосин и Берс, что с развитием информационных технологий трансляторы станут такими, что программисты в их нынешнем виде станут ненужными? Какова проблема программирования? Вы о ней не сказали. Хотелось бы услышать. Да, спасибо. Значит, на самом деле, вот действительно, скорее всего, я на ваш вопрос не отвечу. Тем более, что в такое жартое время. Единственное, что я могу сказать, это действительно уместно сказать в день памяти Дея Петровича, на самом-то деле, мои главные результаты научные, признанные, признанные степени, они лежат не в этой области, про которую я сегодня говорил, они лежат в той самой области, которая близки многим работам Дея Петровича. Это вот смешанные вычисления, частичные вычисления, метавычисления, которыми я занимался. И вот я не смогу ответить, почему и как, но эти вопросы связаны. У меня есть такой тезис Кондратьева, я даже не буду рассказывать, кто такой Кондратьев. Тезис Кондратьева, который звучит так. То, что хорошо суперкомпилируется, хорошо распараллеливается. То есть, вот просто. Значит, это вещи близкие. И вопросы языкового, языкового барьера, языкового разрыва, там, ГЭПа между мышлением и алгоритмистикой. Это вопросы, кстати говоря, имеющие огромные корни с новосибирском. У нас же работают многие люди, которые вышли от вас. Значит, у нас до сих пор я и приятельствую, и взаимодействую, и сотрудничаю с Первеном. Илья Абрамович. Да, Илья Абрамович. Значит, сегодня у нас работает такой замечательный специалист, как Николай Николаевич Непиевада. Сотрудник нашего института, к нашему великому удовольствию. Значит, вот вопросы, связанные с разрывом, с самой сутью программирования, и какой ГЭП между мышлением и программированием. И вопросы, связанные с многоязычием, и вопросы, связанные с автоматизацией программирования. В нашем институте есть лаборатория автоматизации программирования. И она понимается совсем не так, как в других. Она понимается по-новосибирски. Автоматизация программирования – это разработка автоматических формальных методов. А. Анализа. Б. Преобразование. И С. Порождение программных систем. Это то, чем занимался Андрей Петрович. Ровно так. Это гигантский пласт. Я его действительно большой продал, что его не выписано хотя бы одной строкой в моих слайдах. Но в той бумаге, кстати, в которой писали для Осипова, там было написано, вот ровно это, что нам нужны исследования, как заниматься автоматизацией и автоматическим анализом, автоматической верификацией параллельных программ. Это вещи, без которых дальнейшее движение невозможно. Будет ли это естественный язык? Ну, я пока не очень знаю. Не специально. Так, коллеги, мы изрядно перебрали по времени. Я предлагаю поблагодарить. А вот кто хочет задать вопросы, ну какое-то время... Ну без проблем. Сергей Михайлович, в жизни никуда не убежал. Куда? Давайте поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну так, как сегодня мемориальная лекция Андрея Петровича Иршова, позвольте передать вам небольшой подарок. Обычно, во-первых, очень мало знают, что Андрей Петрович писал в хим. Тем более здесь есть несколько стихотворений, которые на самом деле многим нам реально нравятся. Очень советую страфа в Академгородке. Хорошо, спасибо огромное. И так, из стихотворений выпускников МГУ. Понятно, хорошо. Так что, считайте послание от одного выпускника к другому. И еще позвольте вам подарить книжку, написанную двумя сотрудниками нашего института. Это, как раз, Ирина Крайнева и Наталья Черемаевна. Черемаевна. Путь программист. Это биография Андрея Петровича. Спасибо огромное. Разумеется, много и про институт. Это неотрывно. Вот так. И еще раз спасибо, что вы открытывали на нашу приглашение. Спасибо огромное. Да, коллеги, последнее замечание. А в том здесь, может, автографы. Да, будьте любезны, я вас попрошу. Значит, здесь лежат вот такие листовочки. У нас будет проходить национальный суперкомпьютерный форум. Ну, был бы благодарен, если бы вы взяли и познакомились. А может быть, в какие-то институты Академгородка просто повесить. Они двухсторонние, поэтому если кто-то планирует повесить на дустойню, то надо брать две. Повесим. Ну, благодарим. Спасибо. Ну, все. Спасибо. Ура.